Итак, значит, начнем. Ну вот, Штиллер и Годлин, да, два великих мыслителя, но одиночки, короткий миг славы, одна большая книга у каждого, вот, забвение и так далее. Вот, мы сейчас подошли к той точке, где анархизм, наконец, становится анархизмом, да, кошка становится кошкой. Кошка, кстати, не случайно, да, любимый анархистский символ, мы еще о том поговорим. Вот, и эта точка, это Пьев Джазарь Крудон, фигура колоссальная, но совершенно у нас малоизвестная, вообще в том сознании, я не уверен, что образованная публика вообще слышала это имя, да, и уж, конечно, меньше слышала, чем Бакунин и Кокоткин, вот, и сейчас я объяснил разные причины, почему это так. И, тем не менее, значение Крудона совершенно колоссальное, ну, давайте как-то предварительно об этом скажем. Во-первых, что очень важно, да, всегда, явление начинается, когда его называют, да, и вот Крудон, это та точка, где анархизм летает в самом основном, в самом начале. Раз, два, это то, что с Крудона, спасибо большое, с Крудона возникает развернутая анархистская социология, все основные идеи, которые указали, например, наброски, да, именно социальная философия анархизма, да, потом ее развивали, да, Бакунин, Кокоткин, Молотеско, там, философия 20-го века, Крудон, но все базовые идеи, как вы видите, уже есть на Крудона. Он соединяет идеи свободы и равенства, критика капитализма и власти, предлагает некоторые оригинальные решения, то есть до начала либертарной социологии, ну, наброски чего мы видели еще угодлен, либертарной педагогики, вот, выключите ясные идеи, на это ничего не есть на Крудоне. Вот, масса всех гениальных идей, то есть анархизм становится пизмом, получает свое название, появляется оригинальная социология, педагогика, затем дается последовательная критика собственности, власти, государственного социализма, возникает анархистское движение. Анархизм, наконец, из умов отдельных мечтателей-одиночек выходит на большие улицы, площади, появляется множество последователей, вот, и все это благодаря одному этому человеку, которому называют отцом анархии, наверное, совершенно справедливо, причем в случае с Крудоном, слово «отец» особенно звучит пикантно, потому что он безумно партия Арталия, партия фамилия, и сразу замечу, что одна из причин, почему Крудон очень малоизвестен и сейчас, это то, что сами анархисты относятся к своему отцу вполне в соответствии с индивидуальным комплексом, потому что они его студентятся в основном, вот, видят его недостатки, промежуточность, недостаточность, здесь он Актериталин, здесь Инарин, здесь Патриархалин, и как-то забывается самое главное, это значение того, что он сделал, вот, ну, я, я, я не хочу испредиться, не хочу отвлекаться, но я не хочу, и, конечно, делать из фурона какую-то икону. Можно, да, одновременно сделать то и другое, дикий сквозняк, вот, то есть я, конечно, не хочу идеализировать фурона, но еще меньше я хочу, можно его замалчивать, в общем, это такой центральный герой нашего курса, и в конце, значит, как я построил свой рассказ, естественно, сначала книжки, потом очень краткая биография о основных влияниях на него, не столько идейно, сколько мировозземческих, социальных, очень кратко основные вещи судьбы, все, конечно, в духе Лимбеза, как всегда, его основные произведения и некоторые его такие самые основные мировозземческие установки, вот это, наверное, до перерыва, а после перерыва мы, собственно, пройдемся по его идеям, его отношению к власти, собственности, педагогике, этике, женскому вопросу и так далее, и, конечно, в конце поговорим немножко о влияниях, вот о том, на кого мы влием. Еще одна ремарка очень важная, потому что, когда читаешь большой курс, всегда важно честно оговариваться о том, о чем не говоришь. Я хочу сразу сказать, что есть, вот просто, как бы вам для справки, в 30-е, 40-е, 50-е годы 19-го века, а мы уже добрались до 7-го 19-го века, и в деятельности Прудона это революция 48-49-го года, если Прудон это своего рода анархистский ответ на великую французскую революцию, то Прудон это анархистское осмысление того, что называют «весна народов», вы знаете, «всемирная революция», всеевропейская, 48-49-й год, которая прокатывается, начавшество всегда во Франции, через Австро-Венгрию, через, в общем, сотрясает весь Этерик европейский. Так вот, Прудон это анархистская рефлексия над опытом, как делать и как не делать, в частности, государственно-социалистическими экспериментами, которые тогда происходили. Так вот, в 30-е, 40-е годы по всей Европе и Америке появляются одиночки, группочки, журнальчики, газеты анархистские. То есть надо иметь в виду, что в это время как бы анархизм сгущается, концентрируется из прота, пред, появляется там какой-нибудь журнал, выйдет два номера, там появится какой-нибудь пропагандист анархизма. Вот, я все это почти умалчиваю, потому что это надо, во-первых, я всего этого не знаю детально, да, я, мягко говоря, не такой узкий специалист, а во-вторых, Моутонин, если вы говорите о таких предфигурах, просто Прудон это вершина измера, ну, например, такие довольно известные, да, Де Жак, Кем-Даруа и другие. В общем, если вам это интересно, что, знаете, я вас отсылаю, да, как всегда, наш любимый Макс Нитлау, он очень подробно и заботливо на этих страницах все это описывает, где какой журналчик выходил, где какой-нибудь анархист что-то писал, но важно то, что они все оставались в рамках тусовок, то есть там вот, ну, там были крупные фигуры, вот, помянутые Джорсен Де Жак или Кирдева, которые там издавали по 20 журналов, их читало не 10 человек, а больше, но все-таки именно Прудон делает анархизм всемирным явлением, поэтому я сразу же хочу оговориться, что про Шея это говорить не буду, но это некоторые фоны, на которые появляется Прудон, и важный причем, что этот фон был, вот, да, то есть появляются разнообразные поповедники анархизма, анархизма, публицисты, издания, газеты, да, и во всем этом вот я вас отсылаю от Петлау, да, чем он хорош, такой справочный, очень коротко, по три строчки обо всем, Прудон, в силу его величия он делил 8 страниц, это, конечно, невероятно много, больше, сколько Бакурина и Кропоткина, но вот, ну вот, это значит, наверное, то, что я хотел вначале проговорить, и самое последнее, перед тем, как мы начнем говорить о литературе, я начну с небольшого эпиграфа, вот, тут должны ударить фанфары, губны и все, что бьет, вот, потому что я сейчас хочу сочетать одну цитату из Прудона, это именно тот момент, когда кошка становится кошкой, значит, это такой эпиграф, очень известная цитата, вот, значит, итак, из работы, одной из первых известнейших работ Прудона, что такое собственность, 1940 года, одна цитата, где впервые анархист называет себя анархизм, да, слово анархизм появляется и как ругательство, а так само название движения, идеи, поэтому это заслуживает зачинку. Итак, извините, что такое собственность, 1940 года. Вы демократ? Нет. Как, не устурман анархист? Нет. Конституционалист? Боже, сохрани. Ну, значит, вы аристократ? Вовсе нет. Так вы же знаете установление смешанного правительства? Еще раз нет. Да кто же, наконец, я анархист? Я понимаю вас, вы реализируете по адресу правительства. Вовсе нет. То, что я сказал, составляет мое серьезное и глубоко продуманное убеждение. Хотя я большой привешен из порядка, тем не менее я в полном смысле слова анархист. Вот. Смотрите, слово анархия до Прутона использовался в чинерок ругательства. Хаос, ну как сейчас часто используется, хаос, беспорядок, разбой, дестрой. Вот Прутон с его любовью и парадоксом, смелостью, ипотажем. Ну, я люблю эти примеры, да, я все время привожу, санпиоты, геозы, кимики, да. Вот. Ругали древних греков с собаками, да, философов, они сказали, да, мы собаки, назвали астинизмом. Ругали аристократов, французских революционеров, вы беж штанов ходите, к сампилотам, беж штанов. Они сказали, да, сампилот звучит горно. Ругали испанцев 16 веке, восставших хиндерландцев, вы разбойники, гезы. Они сказали, да, гезы звучит горно. Вот это такой случай, когда ругательство, брошенное в лицо врагом, гордостью, аккордами поднимается на грудь и говорится, да, я анархист, да, я хочу отметить это слово, да, это не просто ругательство, да. Это вызов. И вот мы сейчас, вот этот раз, мне эта цитата, с которой слово «анархия» начинает облетать какие-то положительные коннотации и становятся самым названием. Вот. Но это, как и Пикров, теперь о книжках. Значит, вот что я хочу сказать сразу. Прудон очень мало издавался и издается в России на русском языке. Это фигура герарбата. Он очень много повлиял на всяких социологов, социалистов, это неизвеличайших социалистов 19 века. Но в России его всегда очень мало издавали и издают. Почему? При царе он был ползатейтен, как человек, влиявший на народников, социалистов. Его немножко печатали в 60-е, 70-е годы, 19 века, потом перестали. При большевиках его еще больше запретили. Почему? Потому что на него нападал сам Маркс. А кто попал под руку Маркса, не мог пересдаваться в Советском Союзе. Он сразу стал врагом. И ситуация не изменилась до сих пор. То есть, смотрите, парадокс. Великая фигура, но специализм не переводят, не издают, как социалиста. В советское время, время власти большевиков, не издают, как врага Маркса. А сейчас тоже не очень издают. А анахисты от него отрекаются. Ну, то есть, не то, что отрекаются, но говорят, что ну да. Знаете, как какой-нибудь человек, ему упоминают, что знаешь, у тебя был прадедушка. Вот. Но он любил выпить, вот, подраться, был замечен в нехороших поступках. Ну да, был такой у меня прадедушка, но вообще-то улучшали не изменивать. Вот большинство анахистов повторяют такой дипов комплекс. Вот, наш отец, конечно, но, не так ли говорить, даже вообще не анахистов, потому что он не соответствует полностью нашей программе. Вот, есть и такие, вот, как Владимир Дамье, да, такие самые правильные анахисты, вот, о которых я не раз говорил, и в другой, которые вообще отрицают анархичность к прогону, а признают этого какую-то частичную либертарность. Вот. Но я с этим не согласен. Повторяю, какой уж есть, кривой, корявый, такой новорожденный, противоречивый, неоднозначный, парадоксальный, гениальный, наивный, в чем-то прекрасный, в чем-то ужасный, но все-таки отец-анархий, отец. Никуда нам от отца не деться, родители не выбирают. Да? Вот. Можно их критиковать, но отвлекаться от них неправильно. Вот. Так вот, это объясняет, почему. Да, когда я двадцать с чем-то лет назад всерьез засел за Плутона, когда работал в Советской институтации, а, как вы понимаете, я не владею, не только английским, но и французским языком, я с ужасом понял, что все его главные работы, за двумя двумя исключениями, до сих пор не знаны на русском языке. Не переведены, вообще. Это ужасно, да? Вот. Ну, пожалуй, одна ответ. То есть, смотрите, например, в советское время постоянно издавалась знаменитая книга Маркса «Зублоградительная», очень жесткая, несправедливая, Маркса, не считая философии. А вот то, на что он набрасывается, книга Плутона «Философия нищеты и системы человеческих противоречий», никогда на русском не издавалась. Ну, как ободится, да? Легко бить человека, когда ты не читал его в подлинже. И так далее. То есть, повторяю, вот я дальше назову основные работы Плутона, пожалуй, что за исключением двух важных его работ, что такое собственность и последняя его работа, которая в России с названием «Французская демократия», хотя это не совсем правильное название. Вот, это две принципиальные работы в этот выборах. Изданы еще десяток, менее принципиальных. А вот если мы берем все его выборы, например, уже в момент, трехтомная главная его экономическая книга, которая называется «Философия нищеты и системы экономических противоречий». Критику Маркса мы можем читать, а этот трехтомник на русском переведем. Не переведем. Вот надо учить французский. Когда мой друг, о котором я еще буду говорить, ну, не друг, а товарищ, знакомый, единственный любитель Плутона в современной России, Саша Чубин, решил серьезно глупиться и нужно переводить, попросил французов, чтобы они его переводили. Пускай эту книгу, что он как-то, поскольку французского, он тоже не знает. Трехтомник Плутона, «Справедливость, революция церкви» на русский не переведена. А главная его книга «Принцип федерации» не переведена. То есть, повторяю, смешно сказать, великая фигура на все повлияла, а все его основные работы за двумя исключениями на русском языке отсутствуют. То есть, или учить французский, или читать через пятую книгу. В общем, это ужасно. Ну, тем не менее, все-таки, что же есть? Естественно, я не принес старой книге, там, старейки и давности. Я принес то, что сейчас изданно. Всерьез в больших издательствах издана только одна вот эта книжка, очень небогатая. Зато большим тиражом в серии «Библиотека и этической мысли» вот Пьер-Жозеф Прудон, «Что такое собственность?». Но здесь не только работа с этим названием, здесь еще кое-что есть. Значит, Итак, Пьер-Жозеф Прудон, «Что такое собственность?», это его первый манифест. Действительно, это книга 40-го года, в которой самая идентификация с анархизмом, которую я процитировал. Итак, Прудон, «Что такое собственность?», Москва, где он скажет, ну вот, имейте в виду. В этой книге не только «Что такое собственность?». Здесь есть еще его работа «Бедность как экономический принцип». Только две минуты прикрыть. «Бедность как экономический принцип». И есть одна из самых одиозных его работ, о которой я буду еще говорить, «Жебненавистническая» и «Аркалинская», под названием «Парнократия и женщины в предстоящее время». Вот, так же дистрируем работы. «Что такое собственность?» и две других. Вот. Ну, в общем, вот это единственный сборник, вызванный массовым тиражом в последние годы. Итак, Москва, 98-й год. И, конечно же, мы в нашу серию вышли о анархизме в Урсусе, развили бурную активность Прудоно-Греческую и наиздавали кое-что. Ну, конечно, то, что уже издавалось в России раньше, но давно. Значит, нам удалось издать три книги самого Прудона и одну о нем. Давайте посмотрим, что же мы издали. Ну, во-первых, тоже, что такое собственность. Значит, это издание, соответственно, «Москва. Десятый год». Вот в этой серии вышли о анархизме. Затем, вот, обращаю ваше внимание, моя любимая книга Прудоно-Греческая, что это очень сложно, но у меня есть одна его любимая книга, и даже вот я доверил высокочистое писать небольшую предысторию. Вот, прошу эту книгу статью. Сейчас я расскажу смешную вещь по этому поводу. Вот, эта книга на русском языке известна как «Французская демократия». На самом деле ее название другое. Называется она, это предсмертная работа Прудона, он ее написал в год смерти, а она вышла уже после смерти, в 66-м году, а умер в 65-м, в 1600-м. Называется она так, «О политической способности рабочих классов». Да, ее подзывное название. «О политической способности рабочих классов». Вот, на мой взгляд, это лучшее, что написал Прудон, да, это его виденная песня. Здесь я про свидетельство федерализма, анархизма в самом зрелом виде изложен. Вот. И перевел ее не кто-нибудь, знаете, кто ее перевел на русский язык, а сам Михайловский. Да, Николай Константинович Михайловский, крупнейший русский социолог, отец, так сказать, один из отцов русского народничества, отец русской социологии, великого фигура. Он очень любил Прудона, как и все русские народники. Вот. Михайловский я перевел. И впервые ее издали в России, так даже в 60-70-е годы. Меня всегда очень задавляет вот это издание, да, я все измеюсь. Прудон, французская демократия, перевод с французского Михайловского, в петь на статье «Рябов». С такой же, что он был вместе с ним, он переводил, а я писал вступить на статье. Я был хорошим, не только с Прудоном, но и с Михайловского. Вот. Очень забавно, мне всегда это веселить. Ну вот. Так вот, Прудон, французская демократия, Москва, 10-й год. Очень я себя рекомендую. Вот, на вот взгляд, две главные книги Прудона, они совершенно не описывают всего его наследие. Что такое собственность? Это исходный пункт, первая декларация на вере, 40-й год, и так называемая французская демократия, на самом деле, это истинная способность для рабочих классов, 65-66 год. Да, еще с ним. А между ними есть несколько главных работ, которые на русском французском. Повторяю. Так что учите французский или себе скажу это, и английский, если хотите почитать. И еще одна книжечка, которую нам удалось создать в этой серии, «Политические противоречия» называется. Это Прудон, «Политические противоречия», Москва, 10-й год. То есть вот три книжки удалось создать в серии «Размысляя о демократии», соответственно. Хочу еще заметить, если вдруг кто-то из вас захочет углубиться в Прудона, но не зная иностранных языков, я рад перешариваю всю историчку. Там есть еще виток его книг «Разные степени ценности». Ну, замечу, что очень важный его книг «Война и мир», например, где он рассуждается про войну и мир. Кстати, именно название вдохновило Толстого на его роман, кто не знает. Вот. так, в скобочках, ну, это о разных рьяниях. Вот. «Война и мир», довольно интересная книжка. И книжка с чудовищным названием, и чудовищно читающаяся, но интересная, которую я когда-то с трудом через него пронес, «Литературные майораты». Эта книга, там, «Четыре строительства», вся посвящена критике и интеллектуальной собственности. Очень интересная речь. И он доказывает, что не может быть никакой речи как интеллектуальной собственности. Я в двух словах изложу ее суть. Дальше. Вот. «Литературные майораты». Ну, и потом разные книжки про искусство, там еще что-то, там вот, это про накатия несчастная, вот, жерненавистническая. Вот. Но, повторяю, главные работы Толтона, еще раз повторю, такие как, повторю еще раз, трехтонная философия и нечтепия системы и нечтепия противоречий, трехтонная идея справедливости революции церкви, однотонный принцип федерации, однотонная искритие революционера, однотонная генеральная идея, извините, социальная идея 19 века. В общем, основные труды Толтона на русском отсутствуют, кроме двух. Французской демократии предсмертной и, что такое, собственность изначальной. Поэтому даже изначально просто перевести издатель и прочитать для тех, кто как я не знает иностранных языков, уже проблема. Поэтому, повторяю, такой доступный современный прибор на русском исчерпывается вот этим государственным изданием и тремя вот этими русскими книжками. Ну, повторяю, какое-то представление получить можно, но очень неполное, очень отвлеченное. Так что проблемы начинаются уже сразу с источниками. Теперь давайте обратимся к литературе. Значит, ну, во-первых, я хочу вам всем, если вам мало вас, если хочется что-то узнать о Прудоне, но вы не захотите читать глыбль, монографию, которую я дальше назову, или самого Прудона, значит, читать Прудона с самым удовольствием. Он, с одной стороны, пишет ярко, плавно, афористично, а с другой стороны, она очень замудна, скучна. Вот читы и со страницем он переливается в стол по рожде, чтобы высоко и простой вычислить, и титроли, собственность, это плохо. Вот, например. Иногда читать его тяжко. Так вот, значит, ну вот, есть совершенно потрясающий свидетель о Прудоне, просто я всем для первого знакомства Прудона безумно советую его, это человек, который с ним дружил, читал себя его учеником, и в то же время его критиком, и который оставил потрясающий портрет Прудона, это Александр Ванча Герцена, такой и любимый. Александр Ванча Герцена «Был и дума». Вот я принес даже этот том, значит, «Был и дума», ну, есть куча разных изданий, как известно, истории изданий «Был и дума». Вот у меня настольный, я безумный люблю Герцена, 8-томный Герцена я зачитал «Гадыра», это у меня настольный книжек, например, 8-томного Герцена, я просто каждый год это перечитываю. Так вот, в последнем томе «Был и дума» есть несколько главок Прудона. Вот, на мой взгляд, это совершенно прекрасно, то есть это и восторг, и ужас, и спор, и восхищение. Герцена с Прудоном издавали из-за журнала, Герцена называет Прудона своего учителя, называет его на величайшем руслитном 19-го лета, Нисковый был театр, и в то же время ругает его за триархонизм, за драматизм и так далее, за культ некоторых догм. В общем, это потрясающе. Вообще, Герцена, я думаю, всякий, кто читал Герцена, согласится, что это упоительное чтение, то есть пронзительный, наблюдательный, психологичный, тонкий, глубокий, афористичный. Вот несколько, может быть, 20 страниц о Прудоне, это лучше ничего такого я не читал вообще. То есть, повторяю, это человек, который и любил Прудона, и в чем-то глубину обязан, и в том, что я не третиковал его, и все это, ну, по любому слову, пропишусь. Короче, «Быловое дума» это последний тон, последний главой, да, кто захочет, туда ее представить. Вот, в общем, Герцена, Александр Иванович, в конце «Быловое дума», там есть пара глав о Прудоне, там будет помощь найти, если все там обловлены, почему-либо, скорее, не хотите перечитывать, то вот эти главы про Прудона. Вот, сейчас на приложение по «Быловое дума» прикладываются некоторые переписки Герцена и Прудона. Вот, вот, значит, пошли дальше. Вот Герцена это такой атретический друг и ученик, а вот теперь Макс, но я не мог не принести, не считая его цехи, да, зубодромительный памфлет, написанный Максом, да, где он разделывается с Прудоном, так же, как он разделывался со Штирнем в немецкой идеологии. Вот, книжка очень резкая, иногда справедливая, большей степени ругательная и карикатурная. Да, это его атака на философию не считает. Философию не читали, зато не читает философию все читали, любому, кто когда в Советском Союзе жил. Вот, и так, Макс не читает философию. Ну, вот, у меня одна из из изданий, как Мирон, я захватил, книжка не очень большая и такой памфлет, типа, да, Прудоновства. Вот, советские люди знали основном Прудона благодаря книжке Парна Максу. Ну, и некоторым еще статьям прочек. Учитывая, что Прудон, это ключевая фигура статистической мысли, Марс уделял его большое место, сквозь зуба признавал его заслуги, что такое собственность, и дальше клянил его. В коммунистическом манифесте Марс называет Прудона одновременно и консервативным, и буржуазным, социалистом. Как это у него сочетается в Марсе, я не знаю, видимо, диалектика, помогает, наверное, назвать человека консерватором и буржуазным. Вот, ну, а дальше я еще только поговорю. Вот, в общем, Марс, не считать философией, да, Герцин любит, а Марс в целом ненавидит. Да, но, но не безинтересно. Вот, если говорить о биографиях Прудона, фундаментальной биографии на русском языке до сих пор нет, но, вот, если учительство Прудона оказал решающий на нем, например, на русское народничество, на русских кооператоров, кооперативный социализм, был такой замечательный человек, может быть, кто-то слышал это имя, который учил роль в русской кооперации, а русская кооперация началась от того, это миллионы людей, была надежда даже на то, что она вытеснит капитализм, создаст третий сектор, там, это целый, это не просто там, какие-то сбыт потреб, союзы, это библиотеки, это школы, это своя философия, да, все слышали про Челянова, наверное, не так как братья или так далее, вот, был такой замечательный человек, полу-марксист, полу-народник, почитатель Круглона, Михаил Иванович Лугар-Барновсов, очень крупная фигура в русской, сталистической, декоративной мысли, и вот, это со мной страны, а с другой стороны, была такая серия, я об этой серии часто говорил, в прошлом году, когда читал «Черкс по истории и философии», иногда упоминал, недавно, когда читал еще пост про Илладу, вот, наверное, вы слышали, ну, все знают современную серию Жозел, да, значит, и Горьки, жизнечайных людей, но у него был прямой предшественник, а в конце 19 века был, в общем-то, для тех, как Валентия Павленкова, был такой человек, Валентий Павленков, который решил для простых крестьян издавать проршюры по три копейки, чтобы они узнали про всех-всех-всех, вот, ну, это такой предык Жозел, вот, и вот, ну, именно, вот, знаете, сейчас любимый жанр, там, Гегель за 5 минут в комиксах, да, вот, что-то такое, ну, ну, только научился всю сказку про Лепку, а тут ему сообщают, что был там Суворов, или Наполеон, или еще кто-нибудь, вот, и вот для этой серии, то есть суперпопсовый, так сказать, простонародный, вот, Михаил Иванович Ломбрановский написал книжку «Прудонный», вот, она издавалась тогда, и сейчас переиздавалась не раз, но вот я захватил, ну, я есть несколько разных ее изданий, вот, но я захватил вот издание, которое нам удалось тоже издать в «Северный шлях и ангартизм», вот, книжка тоненькая, точенькая, да, итак, Михаил Иванович Ломбрановский, «Прудон, его жизнь и общественная деятельность», вот, «За неимением ничего общего», это полезная вещь, да, итак, Михаил Иванович Ломбрановский, вот, вот это издание «Москва, 50-й год», тоже в «Северный шлях и ангартизм», Пьер Шанзар Прудон, «Его жизнь и общественная деятельность», ну, «За неимением хорошей биографикой», приходится считать такую вот, совсем-совсем кратенькую, и вот, теперь, к самому серьезному, вот, серьезных исследователей и исследований о Прудоне очень мало, в советское время его руками, сейчас замолчим, и так далее, вот, но есть сейчас, как я уже понял скользь, Прудона в России ровно один значительный последователь и исследователь, один, но зато большой, один человек, которого, может быть, наверное, единственный в России прудонист, человек, который безумно любит Прудона, так выдач, что даже его просьбе ему перевели на шейфовский стрелок Прудона-Саранцузского, человек, который воспевает Прудон в своих трудах, и, конечно, я не могу, говоря о Прудоне, не относательно с таким человеком, уже, многие, наверное, слышали о нем, вот, он несколько месяцев назад даже выступал в «Северный шлях» с одной лекции про Испанию, вот, это Александр Владимирович Шубин, один из отцов современного российского анархизма, но такой отец, который, если современный анархист отвлекается от своего отца в виде Прудона, то тут обратная ситуация, это отец, который немножко отошел от своих детей, сейчас уже не считается анархистом, но остается в рамках ревертального социализма, мой личный, кстати, учитель в анархизме, человек, который когда-то меня, можно сказать, заразил этим почему-то, ну вот, так вот, Александр Владимирович Шубин, вот, у него есть главная его книга, он написал много десятков фотографий во всем на свете, в том числе, мы будем о нем вспоминать, как, вокруг ездить на тему охотничьей и испанской революции, но вот, у него есть главный теоретический труд, глыба, изданная ему с дайцем РНО, и она называется так, «Социализм. Золотой вето теории», вот, это его главный теоретический труд, вот, где он пишет об истории, сейчас, когда он работает по вторым томам под названием «Железной реопрактики», «Социализм. Железной реопрактики», его слова там, через годик где-то должен закончить его. Эту книгу он писал лет восемь, хотя замысел его, это писающий лет тридцать назад. «Социализм. Золотой вето теории», вот такой огромный кирпич, всем советую, но я его уже не раз вам показывал, там, в связи с Годовым или еще кем-то. Итак, Александр Шумин, «Социализм. Золотой вето теории», Москва себе находит, вот, присмотритесь, как в лошки, вы тут видите два, до более знакомых лица, но совсем знакомые, вот, сверху Маркс, а снизу Трудон, и здесь Шумин называет идею одного социализма, да, авторитарно-ливертарно, государственно-энархнически, и, как бы, Маркс он скорее рукает, Трудон, он всячески прославляет, 200 страниц здесь посвящено Трудону, но нигде больше такого не прочитаете, причем сочувственно, апологетически, изложенному, то есть, если вы хотите всерьез прочитать от современного Трудониста, который знает Трудон и любит Трудон, вот, восхваляет его, продолжает его, то это вот шутка, вот, поэтому я, конечно, не могу говорить о Трудонии, действительно Трудона и любит, и знает, и любит, и уважает, и почитает, и исследует, поэтому, еще раз, вот, социализма, авторитарно-теории, вот, это огромная книга, наверное, третья книга посвящена Трудону, вот, на две трети, и всему остальному, вот, в общем, повторяю, вот, такая глыба, вот, и для тех, кто не любит глыбы, у Шумина есть, например, еще одна хорошая статейка о Трудоне, которую он когда-то дал в наше издание Примухинские чтения, да, как известно, это конференция, которая проходит на родине Бакунина, вот, посвящена разным прежде сфотографическим темам, вот, тут есть статейка Шубина, маленькая, которая называется так, значит, Шубин, соответственно, Шубин А.В., Трудон, бросивший вызов собственности, небольшая статья, всего 10 трейдов, но тут концептуально он возлагает основные идеи Трудона, вот, это Примухинские чтения, это Чикар Трудон, вот, так, вот, для тех, шли вызов собственности привыкли с чтением в 2005, вот, такая небольшая статья, буквально 15 страниц, но концентрирован, он здесь объясняет, за что он усилен Трудона, почему он такой хороший, и в чем суть, почему он вовсе не наивный, почему Марк себя не понял, и не правил его ругал, и так далее, в общем, вот это я, поэтому, конечно же, я не такой знаток Трудона, и, конечно, не такой его последователь, как Шубин, вот, ну, конечно, я тоже его счету, но не до такой степени, вот, но тут самое время поговорить о себе, видимо, все-таки я тоже не последний исследователь Трудона, поэтому надо вспомнить и свои заслуги на этом мире, ну, во-первых, моя пресловутая книжка философия классического анархизма, здесь о Трудоне не 100 с нами, как каждый день, я всего 50, но тоже немало для современной России, да, но книжка, которая, как-то сказали, философия классического анархизма, спасибо, здесь большая глава о Трудоне, но именно в связи с моей темой, проблемы личности, тут я попутно разбираю разные аспекты, да, так что вот себя надо тоже упоминуть, кроме того, у меня есть довольно большая главка о Трудоне в кратком очерке «История анархизма», вот, ну, в общем-то, обо всем чуть-чуть, но о Трудоне больше, чем о чем-либо еще, я познакомил, в общем, даже больше, чем о Бакунине, о Крополькине, вот, так что вот, кратком очерке «История анархизма», вот, ну, и, как я уже говорил, я написал, наконец, большую статью о Трудоне вступить, в качестве книжки «Французская демократия», здесь опять попытка дать им какой-то общий образ, так что вот, что касается моего вклада в Трудоне видения, он не так видит, как у Шубина, но тоже имеется, вот, значит, теперь, ну, напоследок, стандартный набор, к которому все уже привыкли, за все два дня нашего курса, коленбард, обратите внимание, в книжке «Анархизма» о Трудоне сначала строительство, а потом, если вы фиксируете, поменьте себе отдельно, он очень подробно разбирает, хочу рекомендовать, у него есть глава, здесь программа федерализма, где он говорит о кризисе национальных государств, о том, что сами государства шли в тупик, и он почти все это лог освещает Трудону, который обосновал федералистскую альтернативу централизованному государству, так что вот, помимо краткого упоминания о Трудоне в начале книжки, он очень подробно разбирает именно федералистскую программу Трудона, целую главу этой книжечки освещает этому. Портон, конечно же, Герен, в шерте он француз, Трудон тоже француз, ну и просто, естественно, Гереновская книжка об анархизме, очень много про Трудона, очень много цитат, очень много всего, значит, эту книжку тоже вы знаете, Герен, Даниэль Герен, «Анархизм. Теория и практики», вот, книжка вам хорошо знакома, Москва, Теренцкая, конечно же, Макс Никлау, Макс Никлау посвятил Трудону в своей небольшой верой книжечке по истории анархизма 8 страниц, целую большую главу, поэтому Макс Никлау вычитывая по истории анархизма. Там всегда, конечно, Эльцбахер, «Анархизм», 30 страниц, цитатник из Трудона, всех мы, когда-то начинали знакомство с Трудоном, как и со всеми остальными, с Эльцбахером, и тоже полезное знакомство. И сборник, о котором я уже не раз говорил, издал в России в шестом году и переиздывали недавние старички, хотели вообще сборник 1906-го. Вот здесь есть почерк в названии «Пьерзо-Запрудона государство», как в прошлый раз я показывал в Штильбере государство. Ну, такой реферат, как бы, да, что писал про его на государство. Вот. Ну, вот это кое-что. Да, и завершая затянувшуюся литературную часть, я хочу выменить, ну, можно очень много говорить, много говорить о разных книжках, старых, новых, да, можно еще назвать столько же, но я не хочу слишком вас переуправлять с этим. Хочу назвать только еще одну книгу, которую хочу посоветовать всем тоже, хотя она трудно, достоинная, она есть только в очень больших мегротенах, но в Ленинке она есть, в историческом, кажется, тоже есть. Это книга, которая называется без автора, она называется так «Анархия по кругу». Это большая редкость, она издавалась несколько раз в зналомом миграции в конце 19-20 века, с тех пор не переиздавалась. Что это такое за книга? «Анархия по кругу». Кто ее написал, он что-то за книгу сейчас объяснил. Она идет не круто. Без авторов и только в крупных библиотеках. Редкая книга, но очень важная. Эту книгу написал такой винный анархист, друг, сподвижник Бакунина, по просьбе Бакунина, и с участием Бакунина, как показал Перумова, Джеймс Гильон, который, кстати, вместе с Бакунином вылетел с Интернационала, когда Максов съел. Вот, Джеймс Гильон, знаменитый швейцарский анальхист, сподвижник Мишеля Бакунина, и по просьбе Бакунина и при его активном участии он писал к нему «Анархия по кругу». Что это такое? Это как бы взгляд Бакунина и Гильона на Прудона, в чем он прав, в чем не прав, реконструкция его взглядов, оценка. Эта книжка была очень популярна среди русской эмиграции и русских эволюционеров в конце 19-го и 20-го века. То есть, это некоторая реконструкция, критика, интерпретация Прудона глазами его ученика в чем-то критика Бакунина и его окружения. Такая интересная книжка, анальхида Прудона, да, если говорить о влияниях и развитии. То есть, отчасти он получил представление о взглядах Прудона, отчасти о критике его, отчасти о развитии его. В общем, хорошая книжка, но, повторяю, для этого надо идти в Ленин году, потому что книжка раритетная и не переиздавалась уже, соответственно, лет больше 120. Вот, и последнее, чтобы, если вдруг кто-то из вас никогда не видел Прудона, я принес несколько портретов, ну, сначала из Верцина, молодой Прудон, совсем молодой, всего, мне 40 лет, Прудон времен революции 48-го года. Вот, а вот я принес тяжелейшую книжку, которую принесу через мутерю, из Бакунина. Сегодня я ее тащил только ради двух картинок. Сама по себе книжка про Бакунина, вот, поэтому не смотрите на книжку, не важно, в данном случае, в следующий раз я вам ее представлю. Вот, хочу показать два портрета. Один портрет известный, а второй супер известный. Вот уже поздний Прудон, маленький портрет, но очень известный. Вот он уже постарше звучит. Вот, и, наконец, есть самый известный портрет Прудона, и кто его сделал к вопросу о влиянии. Знаете, кто? Великий французский художник, революционер, политический коммунар, ученик Прудона, последователь Прудона, Густав Курбе. Я думаю, все слышали, это имя, да, великого художника, Густава Курбе, который в политической коммуне заведовал кондитив по искусству, был продонистом, да, один из величайших художников 19 века. И он сделал такой хрестомативный портрет Прудона. Я притащу тяжелую книжку, потому что здесь она в красных этажах. Называется «Прудон и его дети». Ну, сверху, понятно, доу-круа, так что не смотрим, снизу. И так Густав Курбе знаменитейший портрет Прудон и его дети. Причем в красных. Так Густав Курбе Прудон и его дети называется. Вот, повторяю, он будет продолжать Прудона, его почитать, потом участвовать в политической коммуне и о нем заезжающих художников. И они уютную, ну, и артистов 19 века. Густав Курбе. Этот вопрос разнообразно определяет Прудон. Ну, конечно, все тут уже знают, что-то в перемене можно подойти и все полистать, посмотреть. Вот, собственно, для чего я все это и тащу. Вот. Ну, а теперь поехали, да, биография. Биография будет краткой, хотя о ней можно говорить долго, но, повторяю, чтобы вас не утомлять, основные вещи только. А Прудон можно говорить только парадоксально. Ну, вот, дальше я пытаюсь дать какой-то последний личности, но, что хочется сказать? Прудон один из величайших социалистов 19 века. Я рассочетал, что вообще самый блинкий. И, в отличие от большинства социалистов 19 века, это социалист, который вышел из гущи народа. Не просто было, что народ надо освободить, заботиться о нем, воспитывать, революцию сделать для народа. Ну, смотрите, если мы посмотрим, кто такие социалисты в 19 веках. Сан-Симон, аристократ, Оуэн, фабрикант, Маркс, юрист, Энгельс, фабрикант. Ну, и так далее. Ну, там буквально можно сказать Витлин, который был рабочий. Вот. То есть почти все социалисты 19 века сами, мягко говоря, не из пролетариата, не из христианства, а куда-то так вот с интеллигенцией, как сейчас сказали, или повыше, как фабриканты, аристократы, как Сан-Симон, или фабриканты, как Анис, или Оуэн. А Прудон вот как раз он из того самого народа и самый его ущий, самоучий, да? Он не сверху сместился к народу, чтобы его как-то просветить и вывести, а он из народа пройдется, что называется, к свету знания и учености. Его папа был крестьянином в городе Бесансон, да, во Франции. А крестьянином, но в то же время наемным работником, ремесленником, открывал областерскую. Кстати, в детстве мастерская его отца разорилась, ростовщики его разорили. И многие, я бы сказал, дохи фридизма, выводят в лютую ненависть Прудона к ростовщичеству и банковскому капиталу из-за этого факта его личной биографии. Но, наверное, не без этого. То есть, повторяю, мастерская его отца вчера была разорена ростовщиками. Это, конечно, особая пунктика у Прудона ненависть к финансовому капиталу, ко всякому ростовщичеству, банкиром и так далее. Мы его убили больше. Возможно, что на это наложил опечаток его личная судьба. Папа крестьянин и местный. Сам Прудон с 12 лет нужно работать. Но ему помогли и он смел закончить гимназию, потом ему дали стипендию в Академию Бизансона, потом он попал в Париж. При этом он всю жизнь работал. Он всю жизнь страшно нищий. Страшно нищий. И работал в основном типографском наборщиком каким-нибудь. И Папу читал, 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 «Самоучима». Повторяю, у него семья 5 детей, в которых он родился. Нищая семья, вся жизнь дикая нищета. Это не человек, который думает, как ему помочь народу. Это сам народ. Повторяю, это, конечно, очень интересно. Наборщик, который печатает книги, попутно их читает. Кстати, Марк Сергеевич очень часто издевается от рулона, мол, невежественный. Ну, да, конечно, он не мог учиться как в Марсуборском университете и жениться на аристократах Жене фон Респалин. У него, конечно, была другая судьба. Вот он 24 сутки работал, поначалу читал все, что придется. Это не повод не издевательство. Так вот, Прудон невероятно начитый человек, но читал не систематически, читал богословскую литературу. Кстати, забавно, что началось лингвистики. Одна из первых его книг посвящена проблемам лингвистики 1837 года, не помню, как она называется, и прочее языкознание. Но на русский я по-моему не переведена. Просто забавно, что он был такой всеядный. То есть его немножко привлекало богословие, немножко лингвистика. Потом он в духе традиций Руссо, Платона, Толстого считает, что искусство должно полностью служить обществу, служить воспитанию. Мягко говорить, тексты Платона мне не близкал. К нам, в связи, есть пара его книг по искусству, я их с другом прочитал. И надо сказать, что это та часть его наследия, которая мне бесконечно чужда. То есть такой сухой взгляд, как считал еще Платон, что искусство это излишество, это копии копий, копии теней, что искусство должно манчить гидрактические функции. Вот Платон в этом духе. Или Руссо говорит, что все это ужасный разврат, или толстой надо все сжечь и бросить на помойку, потому что это все на костях народа. То есть Платон считает, что искусство должно быть абсолютно нести сверхъектив идеи, служить идеям и воспитывать. Платон повторяю, эстетика не самое дорогое его наследие, но тем не менее, он многое про это писал. И как вы видели, даже вдохновлял великим художником, как Густар Курбай. Ну, как говорится, не за это именно Петра Ильича, а Пьер Жозефа, а не за его эстетические концепции. Но последствия будет много в педагогике, по женскому вопросу, по экономике. То есть это такой универсал-самоучка, но прежде всего это, конечно, социолог, социализм. Ну, ладно, давайте очень верно он приближился по его судьбе. Я, честно говоря, смутно знаю его географию. Честно, так получилось, что я очень давно не обращался к Крутону. Последний раз я всерьез к нему обращался в 2000-е годы, когда, в каком же это году? Да, в... Сейчас, секундочку. Да, в 2009-м, когда было 200 лет Крутона, я делал в одном месте лекцию и нем. Тогда я как-то серьезно... Ну, и потом, когда я писал эту статью. Поэтому я сейчас уже как-то смутно многое помню, простите. Ну, я думаю, в рамках нашего древнего курса вы мне, простите, это... Ну, и если я еще не скажу, спросите. Но у него потом будут жена и дети. Откуда сделать жена и сколько детей не спрашивайте, не помню. Просто не помню такие подробности. Значит, наверное, самое время два слова сказать еще о его личности. Вот его личность и его взгляды можно описать только фарадоксально. Например, консервативный прогрессист. Вообще, Трудон из двух путей всегда выбирает третий. Им говорят, выбирает ты за конкуренцию или за монополию. Он выбирает что-то третье. Ты за частную собственность или за коммунизм. Он выбирает что-то третье. Так же и тут консервативный прогрессист, пессимистический оптимист. То есть, он верит в принципе в светлое будущее, но сейчас все ужасно. Он в принципе из-за французской революции и идеал и присвящения, но при этом ему страшно то буржуазное общество, индустриализм, специализация, которые обрушились. В этом смысле он очень сильно повлиял на русское народничество и отсюда много глубокого, тонкого, критика, специализации, и много реакционного, наивного того, что называют обычно мелкогуржуазное, патриархальное. То есть, все перемешивают. Примерно как крестьянское сознание в нем сильно. То есть, дальше я бы сказал скромный мессия. То есть, в личной жизни он очень скромный. Всегда жил в нищете. И при этом он был уверен, что ему открылась абсолютная истина и он должен проедать в миру. То есть, сочетание личной скромности и мессианства. Какой-то древучая смесь. Консерватизм и прогресс. Реформист и революционер. Он предлагает изменить все общество. Ничто ли государство, ничто ли капиталит. И при этом он категорически против российской революции, против резких действий. То есть, вот вам трудно. Сплошные противоречия. Он весь сопротиворечит. За прогресс и за консерватизм. За революционные изменения и за реформистские методы. Он с ура смотрит на настоящее в уверенном светлое будущее. Еще одно приющее противоречие. Это человек глубоко либертарный, который очень чувствует свободу, несвободу, выступает против подавления личности, против государственной централизации. Он весь проникан либертарностью, он ее в основном социологии. И при этом в вопросах, например, семейных это абсолютно патриархарное детство. Ну, и мы увидим, что это теоретик угнетения женщин. То есть либертарный патриархарнист. Войнардумец в вопросах общества и при этом в семье абсолютно такой патриархарный человек. То есть, в общем, повторяется, такой винегрет самых разных патриархарнистов. Понятно, почему многие современные анархисты стыдятся такого предка. Но вот что было, надо быть правдивым. Так вот, ну, два слова, давайте, все-таки, его биография распорим. В конце тридцата готов, он получает стипендию от Безонсонской академии, попадает в Париж, там работает наборщиком, общается в кругах левых радикалов, пишет первые свои работы. И история, очень похожа на историю с Руссо. Вы, наверное, помните, как Руссо прославился? Был никому неизвестный Руссо, помните? И вдруг Дижамская академия наука объявила конкурс написать работу на тему способствования развития наук и искусств прогресса человечества. Руссо написал, что не способствовало и за один день стал известен на весь мир. Написал свою знаменитую первую книжку, где он говорил, что прогресса нет, что есть игресс, что цивилизация это зло. Была такая же история. Парижская академия пишет книгу, где вы сказали один из самых известных своих фуфоризмов «Собственность эта кража», ту самую книгу, в которой он говорит, что он аналитист, это 40-й год, и он, как Руссо, за один день расставился. И эта книга, несомненно, одна из самых известных книг социализма 19-го века, даже Марсу его хвалил, который по кругу он на руках, то есть она отрушивается на собственность, он дает ее критику. То есть Прудон, как Руссо, прославился в этой работе и по похожей истории Академия наук объявляет конкурс, только не Дижона, а уже снова Парижа, написать работу с такой собственность. Прудон пишет, она полна парадоксов, она полна остроумия, и эта работа делает его известным. А собственность эта кража стала общеизвестным тезисом, хотя мало кто понимает, что он имеет судьбу на самом деле. Ну вот, Прудон общается с крупнейшими, по личности роковых годов, набит социалистами, интеллектуалами, он общается с Марсом, так они ночью время дружат, потом разругались с Бакуниным. Бакунин перебирается с линии соколокодов в Париж, и с одной стороны Бакунин и Прудона заимствует в основные анархические идеи, критику цивилизации, критику капитализма и так далее. С другой стороны он потом радикализирует Прудона, а с третьей стороны Бакунин учит Прудона Гегелю, как мы еще поговорим в следующий раз. В общем, идет такой взаимнообменный день. Значит, звездный час Прудона наступает в раздаре вороте с 1948 года. Он, я не буду читать все-все-все его книжки, да, а, ну да, я забыл сказать, извините, что в 1946 году, в 1840, выходит та самая система экономических противоречий или философия и нещетки в трех домах. Это его главный экономический выбор, повторяю, на русский до сих пор неизданный, именно на нее оброшился нарк в своей нещетке и философии. Вот, и так, в 1946 год, когда главный социально-экономический Прудона, его капитал, я бы сказал, сравниваемый с ним же Макса, значит, система экономических противоречий или философия и нещетки. Прудон очень популярен у рабочих, он сам из рабочих, он очень искренен, он очень страстен, он очень бескорыстен, в нем есть неприятные черточки, мессианство и патриархальность, но в нем есть и самоотверженность, и наивность, и гениальность. И когда он называется в 1948 года, Прудона избирают от рабочих в Париже депутатов национального собрания, он там оказывается в странной компании, Прудон уже почти противник государства, что дает от Сахи, из народа пришел выгнутый рабочий в Париже, а там собралась понятная компания, и Прудон наблюдает, вспомните, событие июня 1948 года, расстрел рабочего восстания в Париже, а в июньские дни, когда в Ужразии за три дня перебил несколько десятков клич на бочах, начинается реакция, генерал габиньяк, я думаю, все это слышали, событие, потрясающее того же Герцена, и Прудон не боится в ситуации реакции на один место и против всех, он вечует, так сказать, буржуразное потенциальное собрание обвиняет его с двойкой царом и чекотя он может попасть по репрессии, происходит его столкновение с Тьером, будущим знаменитым подавителем политической коммуны, когда Тьер, этот эпизод очень герд описывает герцог, когда Тьер обвинил его главной безнравственности, Прудон вышел и сказал, что я не буду вызывать вас на дуэк, я просто опишу вам всю свою жизнь, у меня 14 поколений мужиков моих предков, может ли его похвастаться такой рассловкой, я расскажу вам всю свою жизнь, а вы скажите мне свою, и кто из нас будет прав, и Тьер был потрясен, раздавлен, то есть Прудон ведет себя очень детско-вызывающе, один бьется против всех, потом начинается, приходит к власти например, третий, и Прудона сажают на три года в тюрьму за резкие выступления в печати, он три года сидит в тюрьме, в эти годы он пишет, сидя в тюрьме, книгу из твоей фирмы на русском на церкве он отсутствует, укуски из него часто цитируются, три года он проводит в тюрьме за свои выступления, то есть, повторяю, жизнь Прудона напала на нищеты, исследований, борьбы, он, несомненно, невероятно гулярный среди рабочих, но у вас и последователь. Перед тем, как он попал в тюрьму, происходит еще одно важнейшее событие в его жизни, о котором конечно надо сказать, Прудон пытается перейти к практическому осуществлению своих идей, а об идеях я скажу во второй части, но сразу скажу, что идея такая, что нужно ликвидировать финансовый капитал, ликвидировать расставщичество, ликвидировать эксплуатацию, но сделать это мирным путем не столько через баррикады восстания и убийства, сколько через создание оперативных институтов. Но я дальше скажу подобнее его стратегии, стратегия приборная, интересно, и он объявляет о создании народного банка. Народный банк без процентов, банк без расставщичества, обмен услугами, в котором люди взаимно обмениваются услугами, никто никого не сплатирует, и несколько тысяч людей сразу же записались в этот банк, стали жертвовать деньги, но поскольку дело с локолевством Трудона и сфера общества была реакционная, то банк так или не стал работать, а Трудон вернул деньги и жертвовать. Вот эта попытка часто говорят, что это утопия, это абсолютная авантюра, особенно в советских книжках люди издеваются над этим выступлением Трудона, как это так, народный банк, капитализм. Шубин, например, считает, что это была вполне реалистическая идея, что нельзя достать Трудон, потому что он не успел развернуться с их народным банком, что этот проект искусственно заглушили в зародыши, но не знаю, у меня нет своего мнения по этому поводу, вы знаете, экономика, как правило, это не сильное место анархистов, по крайней мере, я в экономике разбираюсь среди апельсинов, поэтому мне очень трудно судить об этом, честно скажу. Вот я провожу вам две точки зрения, просто сами решайте, а одна точка зрения неоспользовавшая в советской литературе, что Трудон наивный утопист, он юрист и как смешно, другая позиция, прочитайте ее у Шубина, он подробно ее обосновывает, что вовсе он не утопист, а все это было очень интересно, не могло удаться, но вот не дали Трудон посадили, банку не дали развернуться, но по крайней мере вот такая попытка перейти к действиям. Значит, в 50-е годы он публикует в людей свои книжки, в частности, упомянули «Театрные майораты», «Война и мир», «Порнократия» или «Женщины в настоящее время», «Федеративные принципы» и так далее, и так далее. В 58-м году его опять стоят в свою тюрьму для его воскрепления, наивидимо даем в своей тюрьме и он бежит из Франции и в Бельгии. И несколько лет живет в Бельгии. Пишет там работы. У Пургона множество последователей, у Пургонистов, рабочих в обществе, проповедентов его идей. Несколько лет он проводит в Бельгии, в 60-м году возвращается в Афрацию, в 65-м году пишет свою доведенную песню вот эту о политической способности рабочих классов. Он критикует режим Наполеона III и умирает в начале 65-го года. Книжка издаёт посмертно. Вот, если очень коротко, его биография. Если очень коротко, человек из народа, наборщик, скиталец, нищий, преследовался, был популярен среди рабочих, пытался создать народный банк, сидел в тюрьмах, имитрировал, писал, выступал, плавенный трибун, как я уже говорил, высказывался по самым разным вопросам от искусства и воспитания до экономики, политики, геополитики и так далее. Вот такая фигура. Герсон называет Прудона низто и гудиатрой. То есть, действительно, видимо, у него бешеный темперамент, бойца. Но, как я уже сказал, ещё раз повторю, Прудон парадоксален. Он любит парадоксы, типа, собственно, это кража и сам он парадоксален. Патриархальный репертарий, консервативный прегресист, революционный реформист и оптимистический пессимист. Вот так бы я характеризовал и личность его взгляда. И у него много гениального пророчества глубокого, но и много, конечно, повторяю, на мой взгляд, спорного, иногда просто отвратительного, что касается его взгляда на женщину, например. Он хотел изменить общество, но он хотел избежать боя, избежать, как он говорил, парадоксаленской ночи для собственников. Он говорил, я хочу поджарить собственные стены, а не устраивать парадоксаленскую ночь для собственников. Он хотел, ну вот сразу, наверное, начну с конца, да, тоже. Как линиевство, как уничтожить централизованное государство, не устраивая революции? Как ликвидировать капитализм, не устраивая революции? В то же время, он, конечно, не верит в выборы. Вот побывал он депутатом, а один раз хватит. А он не верит в парламент, он резко катикует выборы, парламенты. Если не через государство, если не через парламент, если не через революцию, как? Я бы сказал, что стратегия Прудона предлагает три парламента. Первый будет создавать институты, которые вытеснят существующие институты. Институты власти, капитализма. Институты, национальные институты, основанные на федерации, на взаимопомощи. Вот народный банк, такая попытка. Кооперация, Прудон, сторонник развития, потом кооператоры всего 19 века, Туган Борозовский очень любил Прудона. То есть создавать институты и Нового года, противостоящие государству, мирные, конструктивные. А во-вторых, Прудон, Прудон против, кстати, был забастовок. Почему? За что его ругали многие? Потом левые прудонисты от этого ушли и пришли к идее забастовки. Прудон считался забастовкой немедлой, потому что у него варкая теория, что если делать повышение зарплаты, то насколько повысил зарплату, настолько же уничтожен с инфляцией, и в итоге забастовка ничего не даст. Ну, это такая сложная концепция, поэтому он забастовки не одобрен. Вот. Не только восстание, но и забастовки. Вторая его идея, это количество фабрала. Труссор от наследия посвятителей, но он не такой наивный, как Бодрин, прийти всем, все сказать, и мир изменится. Но все-таки он верил в силу истины. Вот если людям открыть глаза, а еще подкрепить это примером, создать кооперативный институт, и мир изменится. Поэтому распространение истин, распространение идей. Такая просвеченческая традиция. И третья, очень интересная, знаете, какая идея? В конце жизни Круна к ней пришел. Вот это очень интересно. Многие антартисты, к этой идее приходили, чуть позже Георгий Леонидовик Торо, о котором мы еще будем говорить уже в неделю осенью, еще позже Лев Николаевич Наш Толстой. Но Круна был одним из первых, который, знаете, что я придумал? Сейчас бы это назвали «Картика гражданства и непогновения», потом это назовут антизмом. Но обычно этот связыватель с Толстым и Стором, ну, из первых двух рубанов. А, то есть, это акции, скажем так, саботажа политики. Например, он предлагал рабочим приходить на выборы, на которых участвует операторская власть, голосовать по своим любителям. В общем, он предлагал развивать такие формы какого-то сопротивления, такого ненасильственного, гражданского непогновения. Вот, повторяю, задолго до Торо, и тем более до Толстого и Банди. Так что вот три формы, искусственный набор, честно говоря, создание институтов, основанных на взаимопомощи, кооперации, неэксплотации, неэрархии, как принятки, как вытеснения, пропаганды идей и гражданства и гумновения. Вот, эти идеи, что там называют, в последней работе, французская демократия, то, что в России называется. Вот, сразу скажу, что потом был правый левый пудонист, да, левый пудонист антикризирует его мысли, скажем, что из-за гласковки нормально. Вот, давайте потом. Значит, ну, давайте несколько слов о его, ну, я уже в двух словах описал биографию Трудона и описал его личность. И последнее, что я, наверное, скажу буквально в нескольких словах, мы прервемся, это будет логическая пауза, кто на него, кто и что на него повлияло и, скажем так, какие философские люди. В отличие от Штенера, Крудон совсем не философ, не философ, сильное место, скорее, наоборот, слабое. Но тут надо говорить, если когда я был в год, меня перечискал кучу всяких мыслителей, годный человек книги, и на него книги влияет, и он книги соединяет, то с Крудоном все наоборот. Крудон практик. Характерно, что он, как многие анахисты, как Бакуни, он отказывается, в принципе, подробно описывать будущее общество, они хотят дисциплинировать мир, пусть другие это делают. Он не пытается выстроить концепцию всего. Это человек практического слова. Да, он размышляет о каких-то принципах, но его интересуют, часто это назвали, я собираюсь это, это слово сочетание, я его описал, социальной технологией. Это очень, это слово, я, я технофоб, не люблю все, что связано с техникой, но ничего другого мне сейчас не приходит в голову, кроме социальной технологии. То есть, его интересуют механизмы продвижения привертарного общества. А вот, я повторяю, не философия, а его сильное место. Сильное его место, это, ну, по нему, конечно, это практика, это социальная теория, социология, какие-то, какие-то критические идеи, какие-то практические предложения. Так вот, с одной стороны, это было наследие просвещения и французской революции. Он сам считал французской революции главным фактором, отправной точкой. Свобода, равенство, братство, изменение мира, и мудрецкий диетический прогресс, разум. С другой стороны, я вам сказал, в нем очень сильна антипосвященческая, антипромиссистская стреля. Он очень много пишет, вот я вам сказал, впереди все хорошо, а сейчас все ужасно. Он пишет об ужасе капитализма, о том, что вот, одна из великих заслуг прудона, у него их много, он один из первых великих мыслителей-социалистов, который начинает систематическую критику разделения труда. Индустриализм, пабличная дисциплина, как это калечит человека, у Прудона очень много ярких. Смысл потом эту идею прямо Михайловский, наш позаимствовал, поэтому так Прудон и любимый переводил. Вот, и многие другие, Прудон считает, что индустриальность, вот это ужасное общество, это не шахты. Тут, я говорю, тут все смешно, с одной стороны, у него много патриархально-крестьянского, такого, мало симпатичного, включая его взгляды на семью и женщину, с другой стороны, он, ну, действительно, очень много пророчеств, много ужасных видов, божуразов, вещанскому, индустриалистскому обществу. В общем, повторяю, вот такой склад просвещенчества, просветительских идей, связанных с нацузской реальностью и антипросвещенчеством. На Прудона повлияло очень много разных мыслителей. Считается, что он своим очень много читал богословских книг, хотя сам Прудон был старе и анеистом, и даже у него, как у некоторых анархистов, мы можем найти прославление Люцифера. Многие анархисты любят фигуру Люцифера, говорят, вот он стал против Бога, первый революционер, первый Прометрий, Питай, у Прудона может найти такие люциферианские образы иногда. Но при этом по складу мышления в нем есть много богослова, он очень читал богословскую тему, языкознание, поэтому, как и, наверное, во всем социализме, в нем много христианского и теологического даже, хотя Налог Мирозов он богоболец, даже люциферианец где-то. Если хоть омыслительных, во-первых, я бы указал на сильное влияние полутонизма как места. Вот, как известно, одна из ключевых идей Платона это идея справедливости. Вы знаете, что справедливость это главный принцип платоновского государства, справедливость это нечто сакральное, всеобъедущее. И, с другой стороны, вспомните, как называлось имя Годрика, учение политических справедливостей. С третьей стороны один из главных трудов Платона три тома непроведенной на русский язык называется «Справедливость революции церкви». В США не знаю, о чем там написано, только какие-то упоминания, но три тома человек написал о справедливости. Так вот, справедливость это главный метафизический принцип. Его часто управляют за это Герцог, за то, что у него некоторые идеи они абсурдиотизируются в какие-то ну, в бухе платонистического идеализма. Какие-то абсолютные инстанции, нечто такое абсолютно дематическое. Справедливость должна восторгставать, все равно справедливость, справедливость как что-то такое надчеловеческое. Наш прошлый герой Штирнер наверняка ругал бы Прудона, хотя он сидит не ругал бы за другое. Мы знаем, что Штирнер уделяет своей книге некоторую критику Прудона. Ну, хоть Штирнер бы ругал Прудона за его путь справедливости выдало поклонничество, принесение единственной личности на алтарь справедливости, но за не менее Штирнера это делает Герцог. Герцог говорит, что Прудон разрушил все алтари и возлеит новый алтарь и поставил на него весы. Принцип взаимности, равновесия, справедливости это абсолютный принцип по Прудону. То есть вот эта плутоническая тема некоторой сущности абсолютно и неизменной, которые всегда выглядят, которые можно постичь такой немножко датматический физический богослов спромышления, справедливость как нечто абсолютное. С одной стороны это хорошо, потому что это дает колоссальный этический дарь. Как я постоянно говорю, анарктизм это значит и к этической идее. Критика существует с этической позиции, такой этический фундаментализм. А с другой стороны это имеет немного неприятных сторон, на которых трудно догадаться, включая принесение на алтарь справедливости живого человека. В общем, вот это сверхидея справедливости. Повторяю, тут не без Платона, конечно. И справедливость это центральная метафизика справедливость, то это хотелось даже не метафизик, а центральное метафизическое понятие. Ну, как частные примеры справедливости это по-прогону принцип взаимности и принцип равновесия. Мы о них еще поговорим. Взаимность. Да, это тот самый золотой правил нравственности, да, не делая какого-то, чего в семье переживаешь и делая какого-то, чего в себе переживаешь. У Прудона развивает целую концепцию по-французски взаимность значит «выгейл» и «выгейлизм». Такое слово, если вы скажете «выгейлизм», теория взаимности, теория кооперации, солидарности, взаимная помощь, взаимный обмен услугами. Тут Прудон удерживает несколько уровней. Уровень просто эквивалентности «ты мне я тебе», но есть уровень зверх необходимого «альтуризма», «самопожертвования». То есть это не просто такой образный принцип «ты мне яблок, я тебе капусту». Нет. Вообще хорошо бы любить друг друга и жертвовать друг друга. Но принцип взаимостей, ментюрализм — это одна из базовых идей, которые найдете у Прудона. И равновесие. Вот одна из гениальных идей Прудона, которая приведет к принципу федерализма и лёжно расстреляется по слову всего анархизма, это, конечно, принцип равновесия. Как согласовать разные интересы, разных субъектов, не туда или не уничтожить их свободу? Через равновесие, через федерацию. Не иерархия, не власть, а договор, согласование, уравновесить людей, уравновесить общину, уравновесить области. Вот эта идея равновесия, идея лесов, как одна из лесоводных эммонаций справедливости. В общем, вот, но справедливость как такая высшая инстанция. Вот, то есть от Платона, от просвещенчества, у Прудона рационализм. Иногда даже то, что я не читаю, он такой, такой вот, научный, занудный, рационалистический, там, вот, сто примеров, двести аргументов, вот, повторяю, ему не достаёт какого-то чувства эстетического, вот, на мой взгляд, не зря он в сутки приносит и пропаганды. Вот, повторяю, вот, когда я читал труды и Прудону по эстетике, мне казалось, что я считаю какого-нибудь социалистов, ну, собственно, социалист из чего-то подобного и вырос. Вот, это повторяю тоже, вообще. Я думаю, что Прудону могло по себе сказать, как Кант, что я сердце искусства впечатаю кулинарное. Так вот, значит, да, но продолжим. Помимо просвещения, помимо Платона, кто еще повлиял? Прудон в разное время увлекался разным философом. Увлекался поверхностным, иногда не очень глубоко, Кантом. Антиномиями Кантом. считается, что его работа, главная экономическая, система, есть противоречий, она же строится на оппозициях. Одно, другое. Это влияние кантовских антиномий, например. Потом приехал Бакунин, стал им пропоредовый Геггер. Бакунин всем пропоредовый Геггер в 40-е годы, да, и Прубан был благодарный. Я вам, наверное, еще расскажу эту историю, но я очень люблю все из того же Герцена. Представьте себе, 45-й год или 46-й в Париже сидит какая-то компания приятелей, и Бакунин плавно на всем говорит про Геггер. Все устали, все разошлись, остался один Прудон, Герцен ушел, утром возвращается, камин потух, а Бакунин все так и стоит, как заведенный, продолжает пропоредовать Прудону, про Геггер. Вот, то есть, такие милые сцены. Ну вот, в общем, то есть, вот, Маркс, правда, тоже где-то писал, где-то, Маркс, известно, очень призывно писал Прудону, еще ругался на него, может быть, чем-то им даже завидовал, ревновал, пытался его принизить, представить мочтожество, выскочить, интеллективо. Маркс, где-то пишет, я не помню, в письме, что я, по своему несчастью, подсадил, ну, там, другими словами, конечно, Маркс не так выражался от Прудона на Гегеля, в общем, я не знаю, кто подсадил Прудона на Гегеля, видимо, и Бакунин, и Маркс каждый внес свой вклад, два гегельянца делах, вот, ну, в общем, Маркс считал, что это он подсадил, Бакунин, что он, вот, в общем, в какой-то момент Прудон увлекся Гегель, но, повторяю, у него были разные интеллектуальные увлечения, то Канн, то Гегель, то Платон, вот, но, повторяю, в философии Прудона эклектична, она не представляет из себя чего-то такого продуманного, глубокого, оригинального, вот, Прудон интересен не философией, Прудон интересен, когда я взрослым в смысле, как практик, как пропагандист, как человек, заложивший основу на архистской социологии, отчасти этики, отчасти педагогики и так далее, и сделавший на архизм массового движения и давший иными, вот, вот, но это что касается влияния на Прудона. Ну, итак, переходим к идеям Прудона. Конечно, можно не говорить очень долго, они, наверное, все уже немножко подустали, и несколько трудно все раз упаковывать, поэтому я, опять, буду, конечно, вспомнить, как все это примазками. Опять, цель, как всегда, из всех, которые я могу дать общее представление, а не все-все-все-все-все, но, что важно, спросите. Надо начать вот с чего. Во-первых, Прудон постоянно развивался от 40-го до 65-го года, вот, корректировался в позицию. Во-вторых, он существовал безладочно, в пространстве, а в реальной борьбе, Прудон полемист, он спорил со всеми, и с либералами, и с монархистами, и с государственными социалистами, и его взгляды формируются в полемике. В полемике. В-третьих, огромное влияние оказал опыт 48-го года, вот, революции. Что она показала ему? Ну, во-первых, да, он буржуазил, который расстреливает рабочих, это его потрясло, как и всех. Во-вторых, он убедился на собственном опыте бессилии парламента, оказавшись депутатом в знаменном собрании. В-третьих, он убедился в банкротстве государственного социализма. Дело в том, что в революции в 49-м году активно выступали авторитарные социалисты. С одной стороны, сверху был такой, если знаете, Луи Гуан, французский социалист, государственник, который был в правительстве, который предлагал патерналистские меры, например, занять мастерские, занять рабочих, то, что сейчас называется социальное государство, социализм сверху, обеспечить бедных, копать землю, строить, потом все, правда, быстро разогнали. Прудон убедился в том, что все это не очень помогает. А с другой стороны, был другой известный всем, наверное, социалист, Юс Блатки, заговорщик, галинец, который все время устраивал заговоры, сидел в тюрьмах. И Прудон пришел к выводу, что через государство сделать революцию и социализм невозможно. На опыте неудачного, так сказать, заговора в Бланке и реформу и Блана. То есть, в общем, повторяю, опыт 1948 года был для него очень важен. И опыт расстрела рабочего восстания, и опыт разочарования в парламенте, и опыт государственного фатернализма, такого госсоциализма в короче как сверху, и заговоров. И еще очень важный сюжет. Он очень активно спорит с Руссо и с Якобинцами. Якобинцы проявляют руссоистскую традицию. И вообще, тут я хочу сказать один очень важный трейс, как историк. Ну вот, я этот трейс не раз высказывал, но пришло время еще раз высказать. Дело в том, что до Прудона, ну вот, и трагедия французской революции, и последующего, что социализм и революционность во Франции всегда были авторитарно, централизарно. То есть, те, кто говорили о равенстве, справедливости, понимали как казарну, как диктатуру, требовали, как марат, тысячи голов, приезжали комиссары, конвенторы, куда-нибудь в провинцию, и всех там убивали, или как социалисты-государственники предлагали хоть казарну, куда всех загнать. А с другой стороны, были либералы, которые говорили вроде про свободу, но при этом связанную с неравенством. Прудон соединил, я уже много раз говорил, есть несколько основных идей анархизма, я говорю, одна из основных идей это отождествление власти и собственности, я еще про это скажу, а второе, это отождествление равенства и свободы. И великое значение Прудона, помимо того, что он создал анархистское движение, выдавал массу всяких людей, это то, что он сделал социализм во Франции, не только во Франции, но и в многих великих военных странах, либертарный. То есть он повернул его в сторону антигосударственности, децентрализации, антиартикарност. То есть оказывается, социализм и радикальные изменения это не обязательно казарм на диктатуру, потоки крови, загоняние всех в строй. И вот, чтобы сразу было понятно, Прудон воспитал поколение людей, которые потом будут делать Парижскую коммуну. И вот давайте сравним. Мы, конечно, о Парижской коммуне будем говорить, буквально через несколько лекций. Если революция французская, конца 18 века, революционный Париж диктует провинциям, как им жить. Всех, я уже говорил, в Андееве, когда они, все стараются по струнке, в строя. То, что происходит в 1971 году? Люди, выращенные идеи Прудона. Париж оказывается от своей функции центра, столицы. Вы говорите, живите как хотите. Далой государству, даешь федерацию общин. Далой частную собственность, даешь коллективную. То есть, революция 1971 года, Парижская коммуна, это ахказ разрыв с традицией централизации, разрыв с традицией диктатуры. Какой огромный шаг вперед. Если раньше революция была авторитарной, централизаторской, насильственной, из-под палки, то Парижская коммуна, во многом это уже опыт революции либертарной. Да, с отказом от централизации, от навязывания кому-либо чего-либо. И Прудон во многом ответственен за это замечательное изменение. Это очень важно, мне кажется. Но об этом мы еще поговорим. Ну давайте пробежимся по некоторым его основным идеям. Ну, как я уже говорил, да, мысль, которую я начинал Шубина, Шубин очень долго и хорошо пишет о Прудоне, это не просто связь власти и собственности, которую мы видим у всех анархистов и альтернативой. Но Прудон говорит, что такое собственность? Это суверенитет над вещами. А что такое власть? Это суверенитет над людьми. И там и там как бы это два обращения одного и того. Мы абсолютно владеем вещью и мы абсолютно повелеваем человека. И Прудон противопоставляет власти и собственности принципы владения, не собственность, а владения. Вот это очень важно. Не абсолютный суверенитет над вещами, а частичный. Владение против собственности. Убрать эту абсолютность и это повелевание. Не власть над людьми, а взаимность и федерация и свободный договор. Вот. То есть повторяю, Прудон в ситуации, когда она убирается с двух слов, убирается до третьего и анархисты пытаются найти между тотальным государством и тотальным разным рынком. Прудон показывает, что тотальное государство и тотальный рынок это не только противоположности, как у Гоббса, они сходятся. Как я понимаю, это один из основных тезисов его книги «Система экономических противоречений». Монополия и конкуренция не только противоположны, но предполагают это вдруг. И Прудон вещество третье по ту сторону монополизма и конкуренции, по ту сторону тотального государства и тотального рынка. Не пытается это найти. Сейчас посмотрим, каким образом. У Прудона очень много ярких строчек, фраз, лозунгов, анализов в отношении государства. Можно очень много цитировать, что-нибудь красивое зачитать. Например, авторитет, правительство, власть, государство. Все эти слова означают одну и ту же вещь. Каждый видит в них средства для подавления и эксплуатации себе подобных. Подобные религии государство предоставляет собой насилие над совестью, административную централизацию и выхолощивание свободы. Управление людей людьми есть рабство. Ну и так далее. И он критикует все формы государства. Республику, он говорит, в республике от имени большинства эксплуатировать большинство, монархия от имени большинства эксплуатировать большинство, выборы это обман. Уже была одна из известных фраз Прудона всеобщая права это контрреволюция. Один из ее генитых лозунгов. И так далее. Он критикует либералов. Я, наверное, уже приводил вам свое любимое извечение, что либералы хотели бы подрезать когти у власти, но так, чтобы и свободы подрезать Крым. Вот. Такой красивый вопрос. Ну вот. Значит, в общем, он критикует самые разные вопросы. И особенно потом он критикует Руссо и Кабинцев. Все-таки Руссо очень глубоко въелся французскую мысль. И Кабинцы, и последователи Кабинцев Кабинцевской революции тот же Бланки. И он говорит, что в чем состоит идея Руссо, что были свободные люди, они отреклись от своей свободы, создали монстры государства. Вот. Все должно быть наоборот Руссо. О, Турман. Он отвлекает в противовес идею договора Руссо, идею свободного договора. То есть люди не отвлекаются от своих прав, а наоборот, не все отдается центру. А, грубо говоря, чем выше, тем меньше полномочий. То есть государство знаменитые идеи переворачивали государство. То есть суверитет остается за людьми, за общиной, за территорией. Децентрализация. То есть Франция, вообще нам все равно очень легко это понять. Мы русские люди, в России всегда, мы еще с вами будем, я думаю, добрая треть нашего курса посвящена России, русскому анархизму. Мы все понимаем, что такое государство в России, всегда чудовищное, коррупционное, централизованное, бюрократическое. Франция тоже очень бюрократическое государство, не зря во Франции такой абсолютизм до 14-го. И вот Прудон на все это рассмотрелся, на коррупцию, на несвободу, на бюрократию. И он говорит, давай централизацию, давай вот эту бюрократизацию, то есть перенос как бы суверенитета вниз, к отдельным людям, к отдельным общинам, к отдельным коллективам. Идея свободного договора. У Руссо все люди отдают свои права центру, и вот появляется эта всеобщая воля, которая над всеми доминирует, Руссо и Кабинское начало. А потом говорит, нет, его подвлекает противоположный принцип, как сделать так, чтобы достичь единства без утраты свободы каждого. И вот он подвлекает эту знаменитую идею федерализма. Слово федерализм станет ключевым понятием в аналитизме, оно может звучать почти на каждой лекции, и вот Прудон подробнейшим образом обосновывает эту идею федерализма. И очень коротко, как он разрабатывает принцип федерализма. Идея федерализма противоположна идее централизации, идее руссоизма, идее сильной авторитарной власти, манипуляции, унификации, даже если происходит на выборах, как бы в демократии, как бы в республике. Что говорит в Прудон? Во-первых, должны быть представлены организованные группы людей. То есть не просто масса общества и 5 миллионов незначенных группы людей, которые голосуют за Васю Купкина. Нет. Должны быть субъекты. То есть группы людей, знающие духа, знающие свое дело. Во-вторых, делегировали. Это слово должно быть не депутат, а делегат. В чем разница? А депутат это человек, я кинул в урну бумажку кого-то избрал, и он 5 лет от меня независит, что-то делает, зависит от своей партийной бюрократии. И это все называется демократия. Нет. А Прудон говорит, делегат это просто представитель от коллектива. Мы ему даем полномочия, он идет и представляет коллектив. И делегаты тоже. Они договариваются о чем-то, сообщают, потом спускаются и передают нам то, о чем они договорились. То есть делегат, в отличие от депутата, является просто рупором коллектива. Имеет императивный мандат, то есть четкое указание своих полномочий и он всего лишь выражает мнение того организованного коллектива, которого послал. В-третьих, децентрализация. То есть не как вот у нас вертикаль власти, вся власть в Москве, в Лигонах ничего, там или во Франции, в Париже, а все наоборот. Если как можно выразить, вся власть отдельным людям, меньше власти общинам, еще меньше регионам, чем выше по этой пирамиде, тем безвластен. И в результате происходит сохранение свободы при единстве. Прудон, кстати, вы все знаете, наряду с известным афоризмом, о котором мы еще поговорим чуть-чуть, собственность это кража, кража, Прудон выдвигает другой афоризм, анархия вать порядок. Та самая цитата, которую все знают, это слова Прудона. не может быть порядок, основанного на государстве, на подавлении, на централизации, на регламентации, на насилии. Настоящий порядок возможно только через свободу, через равновесие, через согласование, через взаимопомощь. Поэтому фильм «Анархия мать порядка». Парадоксальный тезис, пробан бюджет парадокса. Ну вот я проведу цитату с Прудон, послушайте. Если спрашивать мнение у людских масс, услышишь глупый о задаче, ищущий жестокий фильм. Если расспрашивать людей как членов определенных групп, сплоченных и самогутных, их ответы будут ответственными и разумными. Научите их политическому языку, массовой демократии, представляющему народ как единый и уделивый, и представители меньшинства как... Сейчас... Нет, что-то дальше я не могу разобрать. Так, ну в общем, вот смотрите, да, извините, первую фразу прочитал, вторую не могу разобрать сам. Вот, давно что-то писал. Вот, короче говоря, вот такая мысль, да. То есть, вот основные идеи делегирования, федерализм, децентрализация, свободный договор. Не централизованное государство, монстр, которое сверху стоит и всем указывает. И в этом нет порядка, и нет свободы. Да, а согласование снизу, без подавления каждого, через свободный договор, каждый выполняет то, что на себя взял, можно выйти из этого договора, да, и так далее. Организованные люди не манипулируют, не депутаты, а делегаты, не централизм, а децентрализация. Вот, некоторая альфа и омега анархизма. Все, что будет дальше, у нас будет на это отстраиваться. Да, вот это некоторые азы, это азбука, да. Так же, как то, что я бы сказал, в вашем деле, про личность, неочуждаемость личности, про единственность, про дистанциальность. Так же, с другой стороны, вот вам основные социологические идеи анархизмы, да. Это федерализм, делегирование и отказ от централизованной модели государства, дегрогартизация, да, критика предсоюзной демократии, критика экономизма, критика руссоизма. И это с одной стороны. А с другой стороны, другая сторона того же самого, это критика частной собственности. Ну вот, собственность это кража, да. Руссо очень резко нападает на собственность, разбирает разные теории собственности, говорит о том, что есть теория, что собственность основана на захвате, кто первый захватил, того и собственность, да, например, землю. Он говорит, что это все, мягко говоря, аморально. Есть теория собственности, собственность то, что федерализовано законом, говорит, а кто дает законы, что собственность это то, что мы заработали, но это тоже, с точки зрения Прудона, не леп. В общем, он подробнейшим образом разбирает в своей книге, что такое собственность, обоснование собственности и показывает, что все они не выдерживают критики. Прудон, как мыслитель, на Платоне, на Просвещении, считал, что если он покажет нелепую собственность, то она сама себя руку. Конечно, это наивно. У него есть такое юридическое, могословское мышление, но он очень резко критикует, как мы уже знаем, разные аспекты капитализма, специализацию, узкое разделение труда, индустриализм, критикует банковский капитал. Но если мы посмотрим подробнее, то мы увидим следующее, что прежде всего он критикует некоторые виды собственности. Такие, как земельную собственность, интеллектуальную собственность, крупную собственность. И при этом он не против, скажем так, в кавычках, собственности трудовой, мелкой. И он заменяет собственность на владельник. Я не абсолютный собственник вещью, я ее владею. Даже если я не собственник под человеком, я копируюсь с ней. И так далее. То есть, повторяю, для него собственность и власть – это два выражения одного и того же. Вот. Замена собственности владения. Почему с точки зрения Плутона невозможно, например, земельная интеллектуальная собственность? Вот это интересный вопрос. Я уже говорил, что я тогда тасирую четыре со страниц книжки круглой литературной майораты, посвященной третьей интеллектуальной собственности. Он говорил, вот земля, она не может одним образом принадлежать. Это общее достояние, да? Как скажут русские христиане и народники, земля – ничья и Божия, да? Как можно ее поделить? Земля не может быть собственностью. А, да, если… или… как может мысль быть собственностью? Да, вы ее высказали, да, вы имеете право на то, чтобы когда ее будут использовать, упомянули вас. Но как вы можете стать ее собственником? Ведь мысли, как и земля, как и вода становятся общим достоянием. Это все равно, что сказать, вот воздух будет собственностью. Не дышите моей молекулой, пожалуйста. Она вот около моего носа летает. Но мы не можем, слава Богу, предвести воздух, воздух общий, да? То же самое с землей, то же самое с мыслями. Да, это некоторое совокупное достояние, да? Вот основная мысль здесь прудон. Вот, то есть земля общая, да, и мысли общие. Вот, и нелепо кому-то заставить, сказать, все, мой участок, я могу чего-то хочу, хочу, знаю его, хочу, чтобы вообще все зарастет. Вот, это нелепо. Точно так же я не могу сказать, вот моя мысль, никто ее не трогает. Но это нелепо. Я ее уже высказал, она попала как воздух, как земля в общий фонд, скажем так. Вот, то есть прудон очень редко критикует некоторые виды собственности, да, и на мой взгляд, довольно убедительно. Вот, и предлагает, да, он категорический противник неэквивалентного обмена. Он считает, что суть эксплуатации, суть того зла, который есть в собственности, это неэквивалентный обмен. И во многом он связан с ростовщичеством, с банковским капиталом, да, на собственности основной эксплуатации. И как с этим бороться? Ну вот мы уже знаем, например, через народный банк, через взаимную помощь, через обмену скульптами, через отказ от процентов. А вот такие идеи он предлагает, да, то есть замена собственности владения, ликвидация некоторых форм собственности, да, создание кооперативов, народных банков, если говорить очень коротко. А вот, и критика собственности очень тесно связана у него с критикой власти. То есть попытка найти третий пункт. Но при этом замечу, прудон резкий враг и коммунизма. Вот он сильно критикует как бы крайности. Есть крайность монополии, есть крайность конкуренции. И взаимопомощь, и терроризм помогает избежать и монополии, и конкуренции. Точно так же есть крайность частной собственности, которая идет к эксплуатации, к неравенству, к обману. Но есть другая крайность – это коммунизм. Коммунизм, раньше мы считали, государственный коммунизм. Потому что коммунизм превращает влечерк к казану, лишает его какой-то самостоятельности. И вот то, что он помогает, это, с его точки зрения, некая середина между крайностями частной собственности и коммунизмом. Потом, естественно, будет много анархистов-коммунистов, о чем вы еще говорите, они, конечно, с прудоном не согласятся. То есть прудон разворачивает, да, ну, как считают многие, критика прудона собственности, власти, его анализ экономики, его критика специализации. Вот Туган Броновский говорит, что хотя Макс и многие ругали прудона, но заинствовали очень многие его идеи. То есть прудон, повторяю, это величайший социалист 19-го, когда его там с Курье, с Оллиным, просто так мучил, что СССР, поскольку его ругал Марксом, не был так известен, например. Вот, и влияние его огромное, но об этом я еще скажу. То есть вот в критике власти, собственности, в поиске альтернативы, развитии идей федерации, взаимопомощи, мутилизма, кооперации – это все очень важно. Да, заметить. Ну, давайте еще несколько слов скажу о некоторых других его идеях, повторяю, чтобы вас не переуправлять, и потом уже обратиться к влияниям и к итогам. Хочу коснуться еще двух мыслей Прудона. Во-первых, у него очень интересные мысли о педагогике. Вообще, через весь наш курс проходит тема литератарной педагогики, потому что общество – общество, но личность с личностью. Я уже много раз о этом говорю. Что-то первичное. Воспитать свободного человека в больном обществе нельзя. Но и именять общество пока не есть, тоже нельзя. Поэтому анархисты очень много внимания всегда уделяли вопросам системы воспитания, педагогики. У Прудона есть такая идея, которая потом перейдет к Бакпунину, ко многим анархистам и анархистам-педагогам, интегрального образования. Он противник жесткого разделения на обучение техническое, прикладное и фундаментальное. Он указывает на то, что существующая система образования поддерживает иерархию в обществе. То есть он выдвигается на нитый лозунг интегрального воспитания, чтобы человек занимался и физическим трудом, и, например, и того, какую-то специальность. То есть не так, что есть рабы, которых учат, как пахать лопатой, и есть элита, которая не знает, что такое лопата, но зато читает Платона. В школе нужно изучать ренесла и ручной труд, нужно связать жизнь и теорию. При этом трудом с опасностью относился к системе всеобщего государственного образования. За 150 лет Мишеля Фуко высказывал мысль о том, что всеобщая государственная школа – это хорошая работа кандазбор, подготовка государственных рабов и так далее. То есть он, наверное, вы знаете, Фуко в 19 веке много написал от этого, что казарма, школа, психушка, фабрика – это явление дисциплинирующей, стандартизирующей личности. Вот трудом с подобным я писал за 150 лет до Фуко, что система всеобщего государственного образования готовит лишь там поводных рабов государства. В общем, трудом нахватает на государственную систему воспитания, на систему кастово-ерархическую. В общем, большое место либертарной педагогики, которая уделяет, это еще очень важно сказать. До сих пор я самохвалил другого. Ну, может быть, в чем-то я его полицал, там, за басковки, по-моему, зря осуждал, верил наивно в силу людей, сложно связь о правоте всех ее экономических мыслей, но хотя ибо многие его наблюдения с критикой густериализма и густерием труда совершенно замечательны. Но вот сейчас мы подошли к той части наследия прудома, которая особенно отвратительна, и это, конечно, такое темное пятно, из-за которого, особенно многие анархисты прудомовки любят, особенно анархистки, это его взгляд на женщину и семью. Вы знаете этот анекдот, да, не разделяя логически, для нас с очень другая. Ну, тогда скажу старый анекдот в советских времен. В КГБ раздается звонок. Здравствуйте, КГБ, да, скажите, вам не прилетал попугай? Это говорит Васильевна. Нет, не прилетал. А что? Вот имейте в виду, если он вдруг вам подзалетит, то имейте в виду, я не разделяю его практические убеждения. Также и я. Вот я хочу сразу сказать, что я категорически не разделяю того, о чем я сейчас буду говорить. И буду их говорить только потому, что я, как честный историк, не могу скрыть этого от вас. Может быть, для кого-то после этого Прудон будет окончательно похоронен, как мыслите, но вот без песни слова не выкидешь. То ли потому, что Прудон был знаком в крестьянской семье, то ли каким-то другим причинам, но Прудон убежденный, последовательный не просто в жизни, но и в теории женоненавистник, патриархалист и сторонник неравенцем мужчин и женщин. Это особенно отвратительно, потому что мы знаем, что Годлин был феминистом, Штирлин был феминистом, мой имя таком Бакунин, не чувствую феминизму и крапотки, даже Шема, Кольман и другие. Но Прудон в этом смысле просто ужасен. Он сам, у него была жена простая работница, куча детей, работница была домохозяйкой, детям он не дал образования, и он доказывал, что женщина – это низшее существо, он даже доказывал, что женщина – это одна треть от мужчины, это стоит, не знаю, что он вычислил, и что женщина – существо чувственное, ее надо держать в узде, женщина – это мать, она бездуховна, что лучше посадить женщину, чем давать ей эмансипацию, и так далее, и так далее. В общем, всякие ужасные вещи, мне даже стыдно это говорить. Кто хочет, вот в этом чудесном сборнике есть эта работа, называется «Порнократия» или «Женщина в настоящее время». Это один из манифестов патриархолизма и женонавистнического. Можете почитать. Такая работа. То есть, да, мужчины и женщины не могут быть равными, приведу Ангелла Спахина – это чёт. Между мужчиной и женщиной могут существовать узы любви, страсти, привычки, чего угодно, только не истинного общественного чувства. Мужчины и женщины – не товарищи. Различие пола ставит между ними такую же преграду, какое различие видов ставит между животными. То есть, это ортологически разные существа, но, в общем, повторяю, Прудон подробно обосновывает патриархат. То, что женщинам нельзя давать образование, нельзя допускать их на общественные жизни. Он ненавидит Джордж Санциевы романами, ненавидит идею эмансипации. То есть, здесь он чудовищный ретроград, враговец и патриархолист. Замечу, что нет худа без добра. Если мы обратимся к России, то в России тема эмансипации начинает звезды из Прудона. Был такой русский публицист Михаил Илларионович Михайлов, который написал статью в журнал «С критикой Прудона». И с этого начинается в России обсуждение женского вопроса. Как ни странно, Прудон своим патриархолизмом способствовал развитию русского феминизма. Потому что Михаил Илларионович Михайлов в 60-е годы прикал статью «С критикой Прудона». И с этого началась в России дискуссия о правах женщин и вообще об их аминципации. Но очень повторяю, это, конечно, такое темное пятно на репутации Прудона, которое очень, мягко говоря, не радует. Да, но теперь хочется сказать еще что-то хорошее после этого. Еще одна очень важная тема, которую Прудон развивает, это тема федерализма как альтернативе национализму. В середине 19 века это взлет национального государства. Это эпоха Галибанкина, в России объединяется Италия, с другой стороны объединяется Германия, Бисмарк, с третьей стороны во Франции культ Наполеона III. Все помешаны на нации, централизованное государство, унификации. Прудон пророческий говорит, что это ведет к воинам, уничтожает свободу. И он говорит, что централизованное государство, национализм это страшная опасность. Ну и в общем он прав. Он очень детство выступал против объединения Германии, при Писмарке, и против объединения Италии. И он говорит, что альтернатива этому это федерация. Опять же, потому что централизованное государство это не только свобода, это вечная война. В общем, кто захочет почитать про это, у Колина Варда есть хорошая глава на эту тему, вот его книжечки о аналитизме, которую я много раз там уже показывал. Вот в этом тут есть главка о федерализме, почитайте, тут многое загадает. Это книга Прудона, принцип федерализма, как он называется, тоже на русском не переведена. В общем, он подробно противопоставляет национализму, культу централизованного, неделимого государства, противопоставляет федерацию. Он считает, что это способ положить колец и рабству, и свободе, и так далее. Вот. Ну вот, очень бегло, кратко, как-то я представил некоторые основные идеи Прудона, да, повторяю, моя цель не разложить всего полочками, отдать общую картинку. То есть, все очень противоречиво, что-то наемное, уничтожить государство, капитализм при помощи ненасительных методов выращивания народных банков и кооперативов, и пропаганда идей, наверное, сложно, что-то прямо ужасно, как культу патриархата, какие-то экономические идеи. Макс очень повторяет, если вы читали и почитаете «Вечтой философии», там Макс просто только что не матерится. Прудон ничтожества, он эклектик, он буржуазин, он консерватор, он ничего не понимает в экономике, он ничего не понимает в философии. Но, как я понимаю, мягко говоря, половина этих ругательств совершенно несправедливы, какие-то могут быть справедливы, но удивительно, что при этом Прудон оказал огромное влияние и на Максе, и на многих социалистов. При этом, как всегда, у нас все очень резко, очень нетерпимо. Давайте теперь перейдем к наследнику. Как я бы сказал, Прудон, когда он был в 65-м году, после него осталась мощная анартизская традиция. До него были проты, пред, одиночки, борт, эскизмы, какие-то отдельные группки, какие-то отдельные журнальчики. А после него вырастает поисковая коммуна и первый интернационал. После него, значит, в каких странах влияние Прудона было наиболее существенным? Конечно, во Франции. Большинство французских рабочих шли за Прудоном, были прудонистами, развивали кооперативы. Через несколько лет, нет, даже не через несколько, буквально в год смерти Прудона французские прудонисты договорятся с английскими тридемианистами и будет ословлено великое общество, которое мы создаем как первый интернационал. Международное товарищество рабочих, молим, еще поговорим. В мировом Маждаре будет создан союз рабочих для борьбы за свои права. И две силы его создали английские тридемианисты и французские прудонисты. Талер, Фейбур и другие. То есть были тысячи последователей Прудона и не все разделяли его уверенность, его реформизм, его отказ от запасовок. Многие были так называемые левые прудонисты, потом бакунисты, которые будут участвовать в коммуне парижской. Я уже упоминал Густаву Курбе, в частности его почитать из коммунитона. Во Франции сильное рабочее движение под знаменом Прудона. Очень сильное влияние Прудона было еще в Италии, Испании и России и в Америке. В Америке надо назвать двоимене, я не буду о них долго говорить, это Джошуа Уорро, Джошуа Уорро. В любой книжке об анархизме вы найдете что-нибудь того же Густаву, о нем был такой крупнейший теоретик и практик анархизма, последователь Прудона. А в конце 19 века появится еще одна очень важная фигура Бенджамин Тайкер, человек, которого Эльцбахер даже включил в 7 классиках анархизма, даю Прудона, Штирнина, Годлина, Бакунина, Крапуткин, 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 Бенджамин Тайкер, соединивший идею Прудона и Штирнина, Джошуа Уорро, Бенджамин Тайкер, в Америке были Прудонистские группы, журналы, кокративы, но особенно сильно ампрудонизм развился в Испании, Италии и России, военном Франции, а в России Прудон, наверное, больше всех социалистов упомянул на народников, а герцог Александр Иванович, который я уже упоминал, во Франции назывался учеником Прудона, позависовал многие его идеи, в теории симпатизировал анархизму, на практике участвовал в журнале Прудона «Дело народа», они вместе издавали два издания, то есть идейно, человечески, организационно и герцог связан с Прудоном, и считал Прудона крупнейшим изникам 19 века, развал его, по-моему, кратилому галтеатру, что не мешало ему критиковать справедливо. Бакунин взял идеи Прудона, радикализировал их, добавил к нему революции, добавил к нему радикализма, но все основные идеи Прудона критика централизации, критика собственности, на следующих лекциях. Бакунин – ученик Прудона, хотя далеко ушедший от своего учителя, да, и возглавивший замах лево пандаристов, интернациональный и так далее. А, то есть наследники Прудона это коммунары 71-го года парижские, наследники Прудона это герцог, Бакунин – русские народники, почитатель Прудона был Михайловский, уже упоминающийся, переведший к Круглановскому книгу, разделявший многие идеи, идеалы, а Михайловский это властитель Дум в России конца 19-го века, человек, который очень повлиявший на партию СССР впоследствии, да, крупнейший русский инициативный критик, социолог, да, он был полупрудонистом. У меня будет лекция про русский пандартизм, и мы так были поископрудонистов. Да, я упомяну сейчас, когда я буду лекция о России, я буду говорить подробнее, до Бакунина в 60-е годы в России возникают поучки поископрудонистов, книжный вестник, журнал, основный кооператив и ставший первым анархистом журнала в России, еще до Бакунина, винилось несколько нигилистов, несколько революционеров, среди них самое интересное это Николай Соколов был такой почитатель Прудона, когда Прудонумия был во Франции и выступил на его похоронах от имени русских революционеров. Николай Соколов, это имя у нас еще больше, чем Ножин, Николай Ножин, Зайцев, общий, Соколов и Зайцев пишут книгу о Чепенце, где они пропагандируют идеи Прудона и издают ее нелегально в России. Это одна из первых книг «Даняшин в России социалистические идеалы». То есть появляются прудонисты в России в 60-х годах. Народники в целом под влиянием Прудона, Герцог, Мехадовский, огромное влияние Прудона. То есть литер капитализма с таких позиций отчасти прегрессистов, отчасти консервативных. Этическое начало Прудона, критика индустриальности, критика централизованного государства. Не только анархисты, но и другие народники. Николаевске не было анархистов, например, в отличие Бакуина или Николая Соколов. То есть влияние Прудона на русскую революционную традицию колоссально. Можно очень много говорить о русских прудонистах, мы еще об этом поговорим, или о которых повлияло другому. Но есть еще две страны, это Италия и Испания. Две страны, в которых анархизм разобьется очень скоро и сильно, тут надо назвать две фигуры. Если говорить об Италии, я скажу сейчас умное слово, наверное, оно вас не напугает, но если нужно, я его объясню. Ресаджименто. Знаете, что это такое? Ресаджименто это движение за освобождение Италии, за ее объединение, даже с общества есть 19 век, то есть это череда восстаний, заковоров, организаций, подпольщиков. Италия расстроена, она завоевана разными государствами, аспиренты, и вот Мадзини, и вот Дарибанди. Вот. Так вот, закончится это все объединением. Так вот, один из действий Ресаджимента Карло Писакаде, Карло Писакаде, он был прудомистом, он был, так и туркировакционером, был кихотом, во время одного из восстаний он погиб. И когда он погиб, через некоторое время издали в него том под названием «Очерки о революции», где он развал идею прудома, не должно национализованного государства, должна быть федерация общин, ассоциация, свобода. Вот Карло Писакаде, один из первых итальянских анархистов, анархистов, такой герой повстанчества, Карло Писакаде, стоит назвать это имя. Италия, она, где потом анархизм разовьется с огромной силой, а вот один из первых его, первая ласточка, этот самый Карло Писакаде, героически погибший, его часто называют Дон Кихотом из Италии, вот, о нем можно подробнее почитать в разных местах, которые называют Испания. В Испании появляется такая фигура, как Пи и Маргаль. Пи и Маргаль это был крупнейший испанский деятель, в Испании своя традиция автономизма, Каталония, все вот это, коммуны. Это был крупнейший испанский прудонист анархист, он в 1954 году поставил книгу, навеянную прудонином под названием «Реакция революция», где он двигает анархистские идеалы. Впоследствии он был федералистом, сторонником децентрализации, как раз всю Испанию в 19-е годы с интерсальной революцией, в ходе одной из них Пи и Маргаль даже на пару лет окажутся премьер-министром Испании, первый случай анархиста в качестве главы правительства, но и не последний, мы увидим еще в Испании в 20-м веке анархистских министров. Продоксальным образом последователи прудона, федералист, на пару лет возглавят Испанию в 19-м веке, исходок. В Испании будет долго эта почва готовится прудоном, потом Бакуниным, чтобы произошла Великая революция 20-го века, когда анархисты сыграют колоссальную роль, но обо всем этом потом. Пи и Маргаль в Испании, Карла Писакана в Италии, Герцог, Бакунин, Михайловский в России, прудонисты во Франции. То есть, повторяю, происходит соединение идеалов свободы и ракции, критика государства и собственности, отказом авторитарного социализма, пропаганды идей взаимности, метеоризма, кооперации, развитие идей федерализма и свободы водоковора и вертарной педагогики. Подрастает поколение политических коммунаров. Ну, повторяю, можно ли это на одну часть повесов сказать, но с другой стороны, он же был ненавистником, патриархалистом, с другой стороны, вот это, это, не знаю, я не хочу, это не Бабалтери, да, моя задача, китайское руководство, которое одновременно хочет уйти от Мао и никуда не может уйти, они очень любят решать, буквально принимают резолюции, сколько в деятельности товарищей Мао хорошего и плохого, допустим, 85% достоинства, 15% отдельных недостатков, буквально, они принимают такие резолюции, что Мао в целом хороший, но были у него попереди. Я не хотел в духе китайских резолюций Маоистских говорить, что на 80% хороший, на 20% один ест, это слишком эдемистический, но повторяю, какой вообще есть отец анархии, отец, вот, в общем, такая вот фигура, яркая, туаленная, наивная, вышедшая из гущей народа, депутат, издатель, пропагандист, на многих повлиявший, многое заложивший, во многих ошумавшихся, в общем, вот такая вот очень-очень-очень значительная фигура, да, последнее, что я сейчас скажу, здесь многие социологи и социальные мыслители 20-го века ссылаются на Прудона, в России характер традиций заглокла, назову, пожалуй, еще одно имя, к которому мы вернемся позже, очень важное имя, это Сорель, Жорж Сорель, интереснейший мыслитель, впоследствии теоретик синдикализма и вообще очень интересный французский человек, соединивший Маркс и Прудона и оказавший огромное влияние на синдикализм и движение, интереснейшая фигура, вот, на него, наверное, Прудон очень сильно повлияет, вот, мы когда дойдем до него вспомним Прудоны тоже, вот, в общем, повторяю, влияние Прудона огромное, да, я назвал только какие-то имена в Италии, Испании, Америке, России, Франции, и мы дальше, когда мы будем, то есть, у нас, ну, было завершать уже лекцию, скажу, что дальше, понятно, что дальше у нас летние каникулы учатся в это время, но, напоминаю, в следующий раз у нас в 4 лекции, наверное, еще 3 лекции пройдут, вот, дальше мы продолжаем пока идти по череде великих теоретиков анархизма, да, после Готвина и Штирмина и Прудона у нас Бакунин, Бакунин решил не впихивать в одну лекцию, а впихнуть в две, хотя мы могли, наверное, читать о нем 10, спокойно, я так люблю Бакунина и довольно много о нем знаю, я написал больше 30 статей и книги, что, конечно, мог бы дать больше двух лекций, но я думаю, больше это уже чересчур, а меньше не получится, вот, поэтому ближайший наш план это одна лекция о биографии Бакунина, вторая лекция о его идеях, причем я решил хитро, поскольку у меня огромное количество книг, вот, за один раз я их не принесу, и с книгами это вообще целая лекция идет только на книги, я решил в следующий раз принести издание самого Бакунина, а через раз книги о Бакунине, тогда и я не погиб, и вы не погибнете, вот, а мы разобрнем литературу тоже на две части, в следующий раз поговорим о биографии, а через раз о идеях, вот, но после того, как мы закончим Бакунина, у нас будет, мы на некоторое время переместимся к движению, наш курс называется «История анархических учений и движений», вот, прудон это учение, хотя уже и движение, и мы поговорим немножко о том, как они двигались, о том, что было в разных странах, и вот, наверное, последняя лекция до лета, она же десятая, сегодня у нас, по-моему, седьмая, да, седьмая, вот, две лекции Бакунина, десятая лекция мы поговорим об интернационале и коммуне, вот, о парижской коммуне и о первом интернационале, вот, о том, уже не о великих мыслителях, а об их последователях, об их практике, да, и о парижской коммуне, в которой анархисты сыграли такой выдающийся роль, те самые ученики прудона в том числе, вот, вот такой вот мой замысел на ближайшие занятия, но прудон, также, Штиллер, Годлин, это некоторая азбука анархизма, и дальше мы все время будем на них оборачиваться, к ним возвращаться, прудон, наверное, даже больше, чем к Годлину и даже к Штиллеру, вот, потому что прудон, это вот такой пучок, с которого все начинается, снова повторяю, и самое название анархистов, и движение, и программа, все сыро, все противоречиво, все, может быть, как-то перекошено, перемешено, но такое, какое и есть. Вот, еще раз извините меня за сумбурность, человек, который, в протяжении предыдущих 40 часов, только мучу студентов, принимаемые зачеты и экзамены, да, очень трудно перестроиться на полгода, ну, вот, я занимался авторитарными в высшей степени практиками, вот, очень трудно после этого говорить о чем-то либертарном или о ком-то, вот, поэтому, простите мне все это, почему, собственно, мы сегодня встречаемся такой поздний момент, в следующий раз менее поздних 4, вот, но, теперь все-таки вопросы, да, я надеюсь, что все, чего я не сказал, все, чем непонятно, если у вас еще есть силы, если вы что-то читали, знаете, и ничего не читали, что-то не поняли, или по десятую либетку, а в биографии, вообще, спрашивайте, можно ли я отвечу, а может и нет, не знаю, как получится, пожалуйста. Ну, в Грудон, там, главная работа про собственные, да, что такое собственные? Ну, не главная, это такая первая программа, потому что у него, наверное, что 5 главных работ, да, просто это первый конфликт, да, первая такая заявка, потому что главная, наверное, у него все-таки, это то, что не может прочитать, это, это система экономических противоречий, и это распределилась революцией центра. Это очень яркая работа, очень известная, но все-таки, я бы не сказал, что это какая-то абсолютно главная, но можно понимать. И мне, все-таки, там, не совсем понятно осталось, оно не четко определяет, что собственность на землю, там, собственность на личные вещи, какие-то мелкие, это четкие границы, он как-то не проводит, но понятно, что собственность на землю, там, это легко понять, что, ну, она не может быть чьей-то, там, он и владеет, там, обрабатывается, безобидно передавает по наследству, но, насколько я помню, еще собственность на материалы, тоже, как бы, это невозможно. Да-да. Допустим, дерево, там, еще что-то. Ну, как быть, например, если дом, я строил, я, в лес, субб, там, плен, да, вот, они становятся мои или нет? Вот, вот, вот эту суть я не понял. Понятно. Ну, дом мой или все-таки не мой? Ну, вы знаете, я, наверное, полную, полной ясности не несу, потому что, может быть, только у самого права, он сам просто периодически в разное время рассказывался по-разному, да, у него постоянно менялось, то есть, вы правы, можно только на уровне полюсов сказать, что, что мелкая собственность, трудовая собственность, личная собственность, как бы, она не отрицается, но он, все-таки подчеркивает, что это не собственность, о владении, о пользовании, то есть, ты не можешь монополизировать что-либо, да, ты этим владеешь, но как только ты скажешь, это абсолютно мое, я из этого избрекаю прибыль, я беру за это проценты, и так далее, это уже неправильно, вот, а вот все, что касается, да, таких стратегических вещей, как, там, заботы, фабрики, материалы, земля, сюда же интеллектуальная собственность относится, и так далее, вот, оно категорически отрицается, так же, как и все, что связано с процентами, с, 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 с банками, с капиталом, с, 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 вот, вот, народный банк, он, естественно, владению, трудовому, да, и так далее, и так далее, это как тренденция, вот, то есть, полное отрицание собственности, во всех смыслах, да, то, что называется, коммунизм, правда, вам не приветствует, но, вот, я только могу это выяснить. Понятно, как, коммунизм владеть, уроку, с мелкой собственностью, вот, это вот, не совсем понятно, но, я владел, то есть, владел, занимая собственность, может прийти, кто-то, и сказать, я должен владеть, я не могу, как вы, это, простите, пожалуйста, вот, я просто не могу это прояснить сейчас, да, я очень давно читал, извините меня, пожалуйста, я говорю, вот, может, у Шубина можно найти ответ на этот вопрос, просто я, если бы давно не обращался всерьез, кругом, то есть, я думал, что для такой, как любезовской лекции, что-то рассказал, но, вот, так, чтобы, сейчас снова все это перечитать, и рассказать вам, более полновесно, и ответить на все вопросы, не уверен, да, поэтому, простите, тут я не смогу прояснить. Шубин, я думал, можно, да, нет, Шубин, он все это очень четко раскладывает, я, на чей-то степени, то, что я вам сейчас рассказываю, это как раз, Прудон в интерпретации, пересказе Шубина, потому что Шубин как раз объясняет, что, там, вот это у Прудона не наивно, как думают марксисты, там, Народный банк вовсе не был такой авантюрой, да, и мы как-то приводим все это в систему, то есть, я говорю, Шубин чем хорош, что, во-первых, очень хорошо знает Прудона, он переводил чуть ли не полностью, частично, вот этот, трехтомник в систему, в данный чистое противоречий или фосфорной щиты, вот, а с другой стороны, он очень его любит, да, и защищает всячески, я говорю, что, поэтому, это единственный, но выдающийся прудонист не прудонавет, вот, которого, вот я говорю, что я могу всячески говорить, я ни то, ни другое, да, то есть, я чту прудонавет как одного из, так и наших предков, и я что-то читал, когда-то о нем, но я не способен всюду его защитить и всюду его объяснить, простите, я заслонюсь авторитетом Александра Владимировича, вот, простите меня, вот, а, может быть, еще какие-то вопросы, или какие-то, мне очень стыдно, да, я говорю, вообще, честно спрошу, все, что касается экономики, тут я как-то очень слаб, вот, потом, конечно, больше, счастливый экономист, вот. С политической точки зрения, как бы, анализирует все хорошо, он как-то переградователь, что-то не поменится, ну, ну, мне легче говорить о философии, конечно, в силу моих, моих собственных интересных познаний, вот, поэтому, ай, простите меня, это виновая, я не пробовала, что я чего-то... Я знаю, что вы, на самом деле, это, ну, несомненно, нет, конечно, 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 ну, анархисты тоже разные, да, я говорю, что есть, нет, конечно, есть современные труды анархистов по экономике и по собственности, тоже, конечно, вот, ну, может быть, до этого еще летел. Ладно, еще по биографии, по личности, по взглядам, может быть, еще какие-то есть вопросы, на которые он мог ответить по высоту. Ладно, спасибо вам, что такое позднее время пришли. и, спасибо, 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 Продолжение следует...